Книга третья. Крик совы. Тоненькая стройка, льющаяся на меня сквозь сетку душа, забитую накипью, превращается в горячее водяное копье, больно колющее мою уже лысеющую голову. — Ты кончил? — кричит через дверь Соломея. — Теперь можно мне? Хотя встал ее поздно, потому что вчера поздно засиделся за работой, я все-таки слышал шум души. Она принимает его каждое утро, чтобы придать еще больше упругости своему маленькому телу с нежными бедрами и трепетной грудью, которые угадываются под платьем. Сейчас, должно быть, ей осталось только причесаться, и можно бежать к лодке. Пять минут, и я готов, детка. — Интересно, почему это я, не стыдясь, представляю себе Соломея в костюме Евы? Ведь не осмелился бы я вообразить в таком виде блондину ее сестру. Ладно. Закроем кран, возьмем мохнатое полотенце, затрем гусиную кожу, на груди волосы кое-где уже тронутой сединой. Потом встанем на весы с увеличительным стеклом. Над шкалой они всегда здесь, под окошком. На них уже многие годы проверяется вес всех членов семейства. Точно так же, как антропометром в форме жирафа, прибитым напротив к выкрашенной эмалью стенки, измеряется их рост. Хотя я щелкнул по регулятору, чтобы стрелка перескочила на ноль, или даже чуть левее, потому что весы эти склонны к преувеличению, я тяну неполных семьдесят пять. Для мужчин ростом в метр семьдесят два – это не катастрофа. Правда, если память мне не изменяет, в пятьдесят девятом я запретил себе весить больше семидесяти четырех, а в пятьдесят четвертом – больше семидесяти трех. Но вот о чем я сейчас подумал. У меня мокрые волосы, и на руке часы – это тоже надо учесть. Другая мысль, промелькнувшая без видимой причины. Бертиль, которая так старалась изгнать из дома все, что напоминала о ее предшественнице, конечно, вышвырнула бы и эти весы, если бы знала, что когда-то на них легко вскакивала Моника с нашим сынишкой на руках. «Мой вес никогда не меняется ни на один грамм», – говорила она. Чтобы узнать, сколько прибавил Жанне, достаточно произвести вычитание. Тельной стороной руки я протираю запотевшее стекло. В те годы, когда Моника, малыш и я, тесно прижавшись друг к другу, на мгновение удерживались на узкой площадке весов и, проявляя чудеса и квилибристики, чуть не сворачивая себе шею, еще умудрялись прочесть у самых своих ног приговор стрелки, в те годы мы втроем тянули не более ста. Протираю другое стекло. Опасаться мне нечего. Окно слишком высоко снизу, можно увидеть только мою голую грудь. Впрочем, я уже одеваюсь, глядя на разлившуюся марвну. Ее иллистые воды, поднявшиеся от проливного дождя, текут широким потоком с востока на запад под низкими тяжелыми облаками, бегущими в обратном направлении. Вода затопила подвал, и там теперь танцуют всплывшие винные бочки. Она затопила гараж. Позавчера я едва успел вывезти оттуда Ситроен. Сегодня утром она уже хлынула через садовую ограду, и теперь там у стены скапливаются пустые бидоны и пластмассовые бутылки. Ей тесно под арками моста горное. Она откатывается назад, добирается до деревьев на набережной, так что теперь кажется, будто они растут прямо из марвны. Вода, продвигаясь все вперед, штурмует параллельные улицы, впадая в люки канализационных труб, затапливая сточные канавки, потом мостовой тротуар, и в конце концов подступает к самым дверям. Она врывается в парки, потому, насколько погружена в воду бордюр из самшита, сразу заметно, где повышается уровень почвы. Соломея ждет. Ничего, успеет. Я не могу отказать себя удовольствия открыть окно и потянуть носом воздух. Для меня почти всю жизнь, прожившего у реки, это одно из самых цепких воспоминаний, терпкий запах тины, перегнивших листьев в сочетании с мощным шумом воды, взбаламученной ливнем, и бьющиеся тысячи преград, кипение водоворотов, извергающих из глубины клочья грязной пены, которая повисает на изгородях из бересклет, на остриях кольев. В хвалебном раз или два в год, обычно после сильных мартовских дождей, в ноябре половодье бывает реже, Омэ, спущенное где-то в верховьях, около Верна, каким-нибудь неведомым смотрителем шлюзов, когда уровень воды поднимался настолько, что это было опасным для рудников, внезапно подкатывала к нам, меньше чем за час выходила из берегов и, широко разливаясь по лугам, размывала свежие коровьи лепешки, топила кузнечиков и кротов, заставляла ворон и сорок уподобляться чайкам и на лету хватать плывущую падаль, а нас, мальчишек, убираться со своими флотилиями поближе к поросшим травой склонам, на которых стояли фермы. Но вот слышится скрип, грохот железа, призывные удары багра. Эта лодка пожарников, выполняя спасательную службу, объезжает затопленную половодьем набережную, разводит детей в школу, доставляет хозяек на рынок. Она высаживает их на холме у моста, а потом снова забирает. Точного расписания у нее нет. Глядя поверх кустов беричины, я вижу в ней полдюжины мокрых зонтиков. На носу здоровенный парень с выбивающейся из-под каски рыжей гривой тянет за веревки, привязанные к садовой решетке, чтобы быстрее подогнать лодку к берегу, а главное, чтобы ее не повело в середине реки, не понесло по течению и не разбило обустая моста. На корме стоит новоиспеченный паромщик. Хотя у него наивная румяная физиономия, он ловко орудует багром и во всю мочь свистит в лоцманский свисток, оповещая прибрежных жителей. Дом двадцать девять. «Двадцать девять!» — кричит рыжий. Он дает два свистка, а потом еще девять. И в окне второго этажа, к которому приставлена лестница, появляется мадам Сатраль, наша соседка. Первый этаж ее дома почти на уровне земли затоплен. «Похоже, что там плавает буфет, со страшным грохотом перевернувшийся среди ночи вместе со всей посудой. Какой-то мальчуган взбирается по лестнице, чтобы передать мадам Сатраль почту, и я узнаю своего собственного сына. Этого Бен, которого мать уже час назад послала в Булышную. Сегодня четверг, свободный от занятий день, и она не хочет, чтобы он болтался без дела». Добравшись до предпоследней перекладины, он передает соседке также сумку с провизией. Мадам Сатраль проверяет ее содержимое, берет сдачу и пересчитывает мелочь. Потом Бен, никогда не упускающий случай немного подработать, ловит на лету брошенную ему монету, соскальзывает вниз и подхваченный соседом из дома 35 месье Галюшин, пенсионером, которого нетрудно узнать по совершенно высшему черепу, исчезает среди зонтиков. Перегруженная лодка снова упускается в плавание. «Тридцать один!» «Тридцать один!» «Тридцать один!» кричит Соломею. «Я уже слышу, как она, стуча высокими каблуками, сбегает с лестницы». Закроем окно. Бен наверняка сообразит, как доставить нам почту. А Соломея, которая, конечно, бежит на свидание со своим дружком Гонзагу, вовсе не обязательно поправлять у зеркала прическу, ведь он все равно ее растриблет. Уже открывая дверь ванной, все же бросая последний взгляд в окно, прежде чем направиться к себе в кабинет. Лодка сворачивает в наши широко распахнутые ворота, иначе их снесло бы напором воды. Затрив взмаха багром, пересекает лужайку, скрытую под метровым слоем желтой жижи, и стукается о пятую ступеньку крыльца, еще не совсем затопленную. О'Бен, прыгнув на нее из лодки, видимо, забрызгал пассажиров, о чем можно судить по негодующим восклицаниям дамы в черном. Что она определить трудно, потому что я смотрю сверху, а она все еще держит над собой огромный черный зонт. Но голос, голос ее меня тревожит. Ах ты, бесенок! Не можешь поосторожнее, что ли? И сразу же «Ну, подождите, я тоже здесь выйду». Тут я снова поспешно открываю окно, нагибаюсь, чтобы лучше видеть, лучше слышать, лучше осознать невероятное. Нет, мне не почудилось. Этот голос, перешедший на верхнюю октаву, как у всех старых дам, немного тугих на ухо, и потому говорящих по-актерски громче обычного, голос сохранил тот же тембр, тот же повелительный тон. И сломи, которая как раз появилась на террасе и бежит, на ходу застегивая свой прозрачный плащ, не придется сесть в лодку. Нет, девочка, нечего убегать, раз я высаживаюсь. Ведь это случается не каждый день. Это она. Я сразу узнал кольцо на безымянном пальце морщинской руки, которая держит Соломею за плечо. На этот самый бриллиант в лапках мой отец раскошелился еще с полвека назад. Это наша старая психимора. Иначе говоря, наша матушка, еще иначе мадам Резо, тиран моей юности. Я чувствую, как у меня сводит желудок. Потом быстро прикидываю про себя. Шесть лет с Моникой, восемнадцать с Бертиль. Значит, прошло двадцать четыре года, половина моей жизни. С тех пор, как я ее видел в последний раз, эту милую даму, которая давно перевалила за семьдесят. Применив способ, сложайше запрещенный детям, я в несколько прыжков с грохотом сбежал по ступенькам, отделявшим меня от первого этажа. И вот я уже внизу. Тут я сталкиваюсь нос к носу, с моей женой, выходящей из кухни, и с блондиной, которая поднимается из затопленного подвала, держа в руке складной метр, в то время как О'Бен с двумя батонами под мышкой выбегает из столовой. На два сантиметра меньше вода понемножку спадает, объявляет блондина. Она явно не в курсе того, что произошло. Ты опять обгрыз, возмущается Бертиль, беря у О'Бена батоны, оба обкусанные. Тебя спрашивает какая-то старуха, она в гостиной, бросает мне О'Бен. — Визит поутру, во время половодья, восклицает блондина, это ваша бабушка Ризо. Мой ответ произвел впечатление, все они недоверчиво смотрят на меня. Для них реально только бабушка Дару, владелец кондитерской, реально как сто килограммов ее веса. Она монополизировала здесь роль прародительницы. Существование другое, во всем ей противоположное, как черное и белое, как уксус и сахар, представлялось до сих пор чем-то не вполне реальным. Судя по слухам, она царила одна в тридцати ледяных комнатах обетшалого дома. Мои дети никогда в нем не были, но однажды видели его избили с дороги во время каникул, когда я по их просьбе сделал крюк, и прежде чем направиться в Парник, проехал на малой скорости вдоль парка. Но бабушка Резо существовала всегда. Просто она невидима в силу своей сущности, потому что отказалась от своего потомства. Для моих детей это какая-то провинциальная гуфолия, хотя гуфолия обычно не покидает Ветхого Завета, чтобы посетить новые, разве что в театре. И мне приходится повторить, уверяю вас, это моя мать. Я видел в окно, как она приехала. Долго же она собиралась, говорит Бертиль. Из приличия она снимает передник, ну, не будем возражать, и ворчит, явится вдруг без предупреждения, значит, она уже признает, что я существую. Но глаза Бертиль блестят от любопытства. Она взмахивает правой рукой, а это у нее означает, ну, давай же приосанимся, нечего робить. Она решительно открывает дверь и входит в гостиную, выставив вперед грудь. Гостья, очевидно, уже представилась Соломея, и та успела усадить ее в кресло. Невозмутимая, впрочем, это относится и к нашей дочери, госпожа матушка сидит совершенно прямо. Когда мы входим, она вытягивает шею, чтобы взглянуть на нас. Можно подумать, что она здесь хозяйка. Демонная улыбка не в состоянии скрыть за наплывом морщинистых век зеленый блеск ее глаз, которые смотрят скорее весело и заинтересованно, нежели агрессивно. Дреблые складки кожи висят у нее под подбородком, лицо все в мелких трещинах, словно старый глиняный горшок. Она сильно постарела, но не изменилась. Напротив, торчащая, словно гриб, среди белесого мха, редких волос уха, нос, крючком, резко выступающий подбородок, выделенный двумя глубокими складками, идущими от уголков рта, все вместе карикатура на прежнюю мадам Резо, что еще больше подчеркивается надменной небрежностью в одежде, позеленевшее когда-то черное пальто, кое-как починенная ручка у сумки, бриллиант, сверкающий хоть и на грязной руке, но способный тем не менее внушительным насмешником уважения к семьям, где скупость неотделима от респектабельной строгости. Вот так сюрприз, матушка, восклицает Бертель, напирая на слово матушка, и не стесняя скоситься в сторону огромного черного зонта, вокруг которого у стены уже образовалась небольшая лужица. Мне очень жаль, дочь моя, отвечает мадам Ризон, опирая на слово дочь. Я вижу, что своим зонтиком испортила вам паркет, но я счастлива, что нашла детей в таком прекрасном виде. Добрая старая бабуля, которая говорит о здоровье внучат так, словно только и делает, что печется об этих дорогих крошках, а ведь она их еще и не знает, несмотря на то, что старшеньки уже совсем взрослые, вот-вот вернется с военной службы. Ах, как твоя печень, продолжает мадам Ризо, обращаясь ко мне, приступы больше не повторяются. Заметь, их можно было предвидеть, ведь желчный пузырь ты унаследовал от меня. Намек на недавно перенесенную мной операцию совершенно ясен. Он сразу погружает меня в атмосферу клана, где всегда считалось хорошим тоном выражаться недомолвками. Понимать же надо так, я всегда была в курсе всех твоих дел. А из этого вытекает по меньшей мере три следствия. первая у меня есть свои осведомители, вторая значит я не переставала интересоваться тобой, третья ты один виноват в том, что мы так долго не виделись. Я улыбаюсь, этого она и добивалась и уверенная в том, что ее поняли мадам Резо может теперь добавить ну и поголод. Я уж думала, что никогда не доберусь. это в свою очередь означает доказательством того, что все произошло по твоей вине, мой мальчик, служит тот факт, что я явилась сюда наперекур стихиям, что я взяла на себя инициативу и всего через каких-нибудь два десятилетия принесла тебе прощение и весть об окончании той давнишней распы, которую я всячески старалась замять, тогда как ты ее скандально раздувал. Еще час назад я думал, что никогда я не увижу. Еще час назад, если бы кто-нибудь описал мне эту сцену завуалированного примирения, я утверждал бы, что такого не может быть. Впрочем, найдено было простейшее решение. Достаточно сделать вид, будто ничего не произошло, будто все всегда прошло нормально. И представьте, это подействовало. Все уже смотрят на меня удивленными глазами. Да неужто она и впрямь фея Карабос, злая богиня разрушительница? Уж не выдумкали все, что они рассказывают. Вы наверняка на это рассчитывали, матушка, а вдобавок еще и надеялись, что здесь, в самом сердце вражеской крепости у вас найдет сообщник. Ну, конечно же, в моем лице, окруженный своими детьми. Разве я не окажусь в одном с вами лагере? Разве могу я быть непричастным к чему-либо, к чему причастны вы? Не потому ли я сейчас так ощущаю свой пуп, через который уж это несомненно я был с вами связан? Трудно остаться равнодушным, вновь оказавшись перед существом, жизнь которого источник твоей собственной жизни не интересовала тебя четверть века, и гордиться этим тебе не приходится. Но почему вы так поздно спрятали в карман вашу гордость? Почему покинули ваш заросший терновником кране? тем временем мадам Резов встала, чтобы приложиться к невестке, потом поочередно к каждому из внуков, потом ко мне. Четверо, посмеивается она, а у брата твоего десять, как же вы кляли свое детство, а теперь глядишь, у самих столько отпусков, одна только Соломея поцеловала ее в ответ, сперва в правую щеку, потом в левую, как любит целоваться в семье Дару. Соломея ведет себя всегда неожиданно, впрочем, и Бертиль тоже. Я-то думал, она надуется, будет держаться натянуто, а она покоряет, рассыпаясь в любезностях. Вы останетесь завтракать, матушка? К сожалению, нет. Мне нужно быть в Париже к двум часам. У меня сейчас много хлопот с прабабушкой ваших детей, мадам Левиньяк. Я приехал только предупредить вашего мужа. Последняя фраза адресована мне. Прежде, если кто-нибудь умирал, меня никогда не предупреждали. В чем же тут дело? Я ловлю себя на том, что считаю по пальцам, прежде, чем проговорить ей около ста, не так ли? Ну, в нашей семье живут долго, продолжает матушка. Твой дед умер в восьмидесяти восьми лет, бабушке девяносто четыре. Она намного пережила его. Я хотел было пояснить, но матушка комментирует сама. Твой бедный отец женился на мне ради состояния, которым так и не смог воспользоваться. Это поучительная история, поучительная. Она заводит какую-то новую песню. Однако что-то за всем этим скрывается. Как это я сразу не догадался, что мы приближаемся к истинной цели ее визита. Сейчас меня поставят в известность. Вот уже начинается. С твоей бабушкой на днях случился удар. Я только что приехала из Сегрена в Париже. одна. Твой брат Марсель с женой путешествуют по Карибскому морю. Я даже не уверена, получили ли они мою телеграмму. Она придвигается ко мне совсем близко. Я вновь ощущаю тот запах, который папа называл ароматом полей. Мадам должна быть провела какое-то время в хлеву, беседуя с фермершей, прежде чем сесть в автобус и поехать на станцию. Еще одна подробность. У нее уже не один, а три золотых зуба во рту. Преодолевая одышку, она произносит. К тому же, если говорить на чистоту, я «Твоя бабушка по его настоянию сделала такие распоряжения, которые сильно ущемляют меня, да, впрочем, и тебя тоже, я тебе объясню», она вздыхает. «Поправде говоря, мне уже не нужно никаких объяснений. То, что Марсель присвоил себе право на все наследство семьи Резоу, это ее вполне устраивало, но он, видно, вошел во вкус и теперь норовит зацапать еще и наследство плевеньяков, иными словами, состояние нашей матери. Вот тут уже стоп, этого она не допустит. Появиться в обличье жертвы весьма ловкий способ проникнуть сюда. Мадам Резо приехала просто-напросто для того, чтобы предложить мне, своему бывшему врагу, союз против моего брата. Звоню по телефону Батисту Форю, кузену Бертиль, а главное другу по профессиону художнике, слышу, как он смется в бороду. Да это просто история с привидениями, говорит он. Привидения я никогда не рисовал, а если она снова появится, позволю мне написать ее портрет. Звоню Арно Макслону, моему коллеге и соседу, с которым мы дружны уже 20 лет, как я, он женат во второй раз и окружен детьми от обеих жен. Он любит добродушным тоном пророчить самое худшее. Ну, что ж, говорит он, она ждала, чтобы истек срок давности. Берегись, это пахнет рецидивом. Звоню Поль, которая была моей приятельницей еще до появления Моники, она старше меня и относится ко мне немного по-матерински. Мы не виделись со временем ее отъезда в Испанию. Но с тех пор, как она вернулась раз в месяц, мы болтаем по телефону. Поль говорит, что стала совсем седая, и если я ее увижу, она много потеряет в моих глазах. Ну, слух у нее прекрасный и голос, который я слышу, не видя ее, заявляет с царственным равнодушием. Вот видишь, клятву в любви, клятву в вечной ненависти, цена им одна. Приглядись к мадам Ризо, только имя прежнее, а человек, конечно, уже не тот. В отсутствие Жанне, который, возможно, занял бы враждебную позицию семейный совет, высказался за завтраком вполне единодушно. Мнение Бертиль, у меня не было сомнений. Восстановить в правах бабушку, значит, восстановить в правах детей. Мнение Соломеи, твои прежние ссоры с ней и нас не касаются, лишь бы она не затевала новых. Мнение блондины. Поживем, увидим. Мнение об Энн. Будем держать у хвостов. А я размышлял. Для такого шага матушке понадобился серьезный стимул. Но будем справедливы. Для этого ей понадобилось и некоторое мужество, и, возможно, нечто большее, и своего рода высокомерие. Чего только обо мне не болтали, а мне наплевать. И хитрый расчет, мой сын, да он ни за что не устоит. До смерти рад будет оказать мне услугу. Тут и умение все взвесить, а может быть, это усталость или одиночество. Ведь мы все похожи друг на друга. С годами мы очень меняемся. Взять, к примеру, меня, Жанна Резо. Остался ли я таким же, каким лазил по ветвям тиса, или позже, когда покоился в объятиях другой женщины. Конечно, я не забыл свою молодость, но с тех пор я знавал времена и похуже. Если новое горе и не вытесняет прежнего, оно заслоняет его, как одно дерево заслоняет другое, стоящее удали, и последнее из посаженных в моей жизни деревьев давало куда больше тени. Согласившись лишь на юмку портвейна, мамаша поспешно удалилась, не оставив даже адреса своей гостиницы и только потребовав, чтобы мы приехали к ней по первому зову. А главное, приезжай на машине. Говорят, у тебя ситроэн, я-то, знаешь ли, думала, что ты любишь машины, которые могут обогнать ветер. Ах, без блеска, без треска, зато полный комфорт, говаривал твой отец. Ситроэн, в общем, меня устраивает. Надеюсь, ты не подведешь. Я ничего не обещал. Уткнувшись носом в бювар, я размышлял за своим письменным столом, растревоженный возобновлением старых козней. Меня разбирали противоречивые чувства. Я опасался, что матушка одурачит меня и в то же время боялся одурачить сам себя. Я хотел сохранить душевное равновесие и в то же время меня одолевало желание вновь окунуться в свою молодость. Надвигающиеся события всегда пробуждают во мне давнишнюю страсть к анализу. Передо мной на бюваре лежал листок бумаги, которые я вынул из ящика стола. Небольшая генеалогическая таблица. Фред говорил местами она генеалогическая, изображенная рукой моего отца. Семья обычно собирается вместе в одних и тех же местах в церкви, в мэрии, на кладбище. Для некоторых существует еще и дом, где воспоминания укоренились так же глубоко, как вязы в фамильном парке. Но и в таком доме семья никогда не собирается в полном составе, и местом общей встречи по неволе оказывается генеалогия, представленная либо в виде дерева, чьи весенние листики символизируют наших детей, либо в виде многоступенчатой пирамиды, где квадратчики, подвешенные друг к другу черточками, напоминают мобили колдера. генеалогическое древо, лежавшее у меня перед глазами, относилось как раз к этому второму типу, и не знаю почему, не знаю почему, так ли, ведь я происхожу из тех, кто шел передо мной, те, что идут следом за мной, получили жизнь от меня, ну, после смерти отца я аккуратно его дополнял, хотя между мной и другими членами семьи не было никакой связи, сведений для этого мне хватало. У меня тоже были свои семейные осведомители, троюродные братья, вечно твердившие мне, в конце концов, вправо же, тут все должно быть в порядке, перебежчики, воодушевленные противоположными чувствами, а главное были жившие по соседству кумушки, которых нисколько не обескураживало мое молчание, диву даешься, до чего их будоражат подобной ситуацией. В течение восемнадцати лет некая мадам Ломбер, владельца книжной лавки в Сегре, которая подписывала своим именем и не скрывала своего интереса, вменила себе в обязанность каждые три месяца посылать мне краткий отчет. Выглядело это так, печальная новость, мсиа, ваш тис лежит на земле, как и все прочие деревья ценных пород, здесь стараются выколотить побольше денег, или так, ваша матушка прочла в курье Делюэст рождение Абена, поначалу она отреагировала так же, как много лет назад, когда узнала о смерти вашей первой жены, мог бы все же меня известить. Потом проворчала назвать ребенка Берном, надо же придумать, хотя, правда, это жуйское имя. Или мне понравилось последнее речение вашей матушки, а этот неудачник в конце концов все-таки преуспел. Я прекрасно поняла, что, по ее мнению, можно и преуспевая оставаться неудачником, но, поскольку всякое преуспеяние по сути своей буржуазно, она попытается воспользоваться случаем и примкнуть к вам на каком-нибудь повороте. Или было ли это сказано для красного словца, или с искренним чувством, когда жобом ее фермерша подарил ей иммортелии, мадам Резо, говорят, заметила, я тоже высыхаю. С некоторых пор она перестала мне писать это мадам Ломбер, не применув объяснить свое молчание на цветной открытке, изображавшей лимонные деревья Монтона. Мой муж продал наше дело, и мы переехали сюда, так что я теперь в изгнании в теплых краях, и больше я уже не смогу быть вашим глазом и вашим ухом у вас на родине. Вы скажете, что никогда и не просили меня об этом, но вы мне этого и не запрещали, ведь вы же ни разу не отослали обратно мое письмо. Разве это не было молчаливым согласием, но вернемся к лежавшему передо мной листку бумаги. Он разделен по горизонтали на три части. Самая верхняя из них погружена во тьму веков. Там указаны имена тех, кого я никогда не знал. Ниже за четкой линией она обозначает рубежи смерти к моменту моего рождения. В легком сумраке воспоминаний находятся исчезнувшие недавно. Население этой второй зоны многочисленное и она словно давит на пространство отведенное для живых, набирая на неустойчивую черту проведенную карандашом, ибо время от времени приходится стирать ее резинкой и перемещать ниже. Линия это не что иное, как новые рубежи смерти, отсекающие стариков, иногда опускающие со стрелой вниз, чтобы собрать свою жатву у юности, отнять у Марселя маленького сынишку, у меня молодую жену. За спиной у нас уже осталось только трое. Умирающая бабушка Плювеньек, восьмидесятилетний папский протонотарий, который доживает свои дни в монастыре, где в меру силы исполняет обязанности настоятеля, и моя матушка на пересечении трех ветвей, ведущих к трем ее сыновьям. Представители старшей ветви, ветви Фердинана или Фреда, которого мы прежде звали Рухлей, насколько мне известно, от друзей, а также из пространных и горестных сообщений мадам Ломбер, вызывают одновременно и смех и слезы, о, мой отец. Вы, которые так гордились своим чисто буржуазным родом, насчитывающим уже три века, своей фамилией, почитаемой даже на набережной Конти, и в известном смысле ни в чем не уступающей дворянским фамилиям, украшенным частицей Д, интересно, стали бы вы сегодня утверждать, что цветная раса прерывает родословную? Примечание. На набережной Конти находится французская академия. Ведь мой старший брат Фред, который долго бедствовал, стараясь пристроиться в разных местах, в конце концов, каким-то образом очутился на острове Реюньон, откуда через несколько лет вернулся с мулаткой Амандиной Гомес и маленьким Квартероном. Ну, а сын Фреда, никому неизвестного мелкого служащего какого-то банка в Мон-Лю-Ри, снимающего жалкую лачугу в Лон-Поне, его старший отпрыск, главный наследник имени Герба, которого зовут Жак, как и его покойного деда, окончательно скатился внизу общества. Марсель, помеченный от меня слева наоборот, позаботился о том, чтобы в жилах его детей текла голубая кровь. Наш Кропет, ставший студентом политехнического института, потом артиллерийским офицером, женился на Соланж Карвадек, племянница кардинала, откупившись от службы в государственном учреждении, он стал инженером, а потом генеральным президент-директором мозгового треста, раз уж теперь выражается так, находящегося в пеке и специализирующегося в области глобального изучения промышленных проектов. Единственный и безусловный наследник своей крестной матери баронессы Сельдозель наследующий горный дом от еще трех благочестивых теток, завещавших ему свое состояние, за вычетом 15% предназначенных на благотворительные цели в качестве пропуска, который они предъявят в райских вратах апостолу Петру, Марсель, что называется, хороший муж, хороший отец, хороший христианин, с хорошими доходами, еще округлившимися благодаря доходам его жены, которая вознаграждает его тем, что в лучших традициях героического материнства сама округляется в среднем каждые два года. Да это не дома какой-то крольчатник, говорят, воскликнула матушка после появления девятого отпуска. У меня там есть и племянницы, и племянники, но тут уж моя генеалогия не полна. Я знаю только Луи, Розу, Эмне, остальные безымянные скопища, но скопища детей, воспитанных, крещеных, которым читают нравоучения, которые обращаются к родителям на высловом настоящий резол. Фирма внушает доверие. Между этими двумя ветвями я со своим семейством. Я нахожусь в серединке, но по чистой случайности, о чем бы ни шла речь, я никогда не мог и не старался где бы то ни было устраиваться. Сбежав из общества, о, заглавное, из того общества, которое уже не осмеливается называть себя хорошим, продолжая, однако считать себя таковым. Я не примкнул ни к какому другому. Я человек доклассированный. Всем этим броминам, этим крупным буржуа я предпочел неприкасаемых. Однако же последние мечтают о бесклассовом обществе и смотрят на меня, как на перебежчика, неспособного смыть с себя первородный грех. К счастью, с некоторых пор нас стало много. Те, кто поднимается по социальной лестнице и те, кто спускается по ней, все оказываются в одном мешке. И тут за отсутствием классового критерия мгновенно появляются другие классификации. Теперь смотрят, у кого сколько денег, кто какую занимает должность, какая у кого ванна, какой марки машина. Ведь в этих приметах благополучие заключено очарование нашей эпохи. «Ну, пойдем дальше». И пойдем быстро, потому что путь от случайной удачи к привилегированному положению недолг, а когда ты ублажен по всем статьям, пусть даже и не слишком, ты уже можешь спокойно смотреться в зеркало своей спокойной совести, говоря при этом, что тебе неудобно перед приятелями. Впрочем, когда я просто смотрюсь в зеркало, я тоже кажусь себе хитрецом, вспоминая о том юноше, каким я был в молодости. Правда, все мое удовлетворение тут же улетучивается. Этого почтенного гражданина я хорошо знаю, я обрею его каждое утро. Слава Богу, еще не сдал, еще полон жизни, хотя жить с ним не стало легче. В глазах живые огоньки, а одна бровь по-прежнему выше другой. Не изменился, а? Нет, на этот счет не будем заблуждаться. Волосы выглядят прилично благодаря красящему шампуню, которым я пользуюсь раз в три месяца. Но если голова у меня по-прежнему такая же квадратная и широкие скулы, если зубами я все еще могу разгрызать косточки от персиков и подбородок так же воинственно выдвигаются вперед, то время, увы, не пощадило моей коже. Все это называется зрелым возрастом. Пришла пора пожинать плоды. Плоды моего труда стоят того, чего они стоят. Я не распространяюсь о них в семье. Я полагаю, эту точку зрения я унаследовал от отца, что о значимости или незначительности того, что ты делаешь и о том, сколько ты зарабатываешь, дома нужно говорить поменьше, дабы твои неудачи, равно, как и успехи, не сказывались на родственных отношениях, которые не должны от этого зависеть. Когда занимаешься тем ремеслом, которым занимаюсь я, когда знаешь, как трудно выплыть на поверхность Чернильного моря, тогда легко оцениваешь преимущества такого принципа и довольно скоро отдаешь себе отчет в том, что не стоит особенно уточнять источник своих доходов. В тех семьях, где думают только о карьере и никогда о призвании, писательство, судя по всем этим родственным излияниям, вызывает легкое отвращение, вроде как стриптиз. Гораздо благоразумнее заставить наших родных забыть, что и впрямь, как у дам, подвязающихся на этом поприще, которое, правда, обнажает только себя, профессия наша состоит в том, чтобы ходить обнаженными и попутно раздевать наших близких и наших друзей, которые нам доверились, стараясь захватить их врасплох в интимной жизни. Когда я узнаю в твоих героях какую-то свою черту, говорила мне Моника, мне начинает казаться, будто ты проделал отверстие в стене ванной комнаты и выставил меня на показ перед тысячей зрителей. Невидимая теперь, кто знает, может, она и опечалилась бы от того, что мы окружаем ее омолчание, Портрет ее висит не у меня в кабинете, а в комнате Женне, уменьшительное имя родившееся в ее устах, чтобы отличить сына от отца. Мы с ним никогда не говорим о ней, только обмениваемся взглядами, если случайный намек, вырвавшийся у Бертиль, вызывает в нашей памяти образ той, что исчезла навсегда. Мы даже не каждый год навещаем ее могилу в Тея, а между тем множество предметов, населяющих наш дом, было выбрано ею. Я ни за что не расстанусь с бумажником, совсем уже потрепанным ее последним подарком. Жанне было шесть лет, когда произошла катастрофа. И он почти не помнит свою мать, но тоже никогда не расстается с тоненькой цепочкой, которую она носила на шею, иногда покусывая брелок с образком, как другие кусают ногти. Однако вырастила его, порой делая над собой усилие Бертиль, которую он зовет мамой, так же, как Соломея называет меня папой. В их устах эти слова звучат так же естественно, как у Блондина или Убена, и посторонние с любопытством смотрят на нашу семью, где гены явно распределились с самой необузданной фантазией. Дети мсье описанного мной выше, дети мадам, которая на 10 лет моложе мсье, урожденной Дару, появившейся на свет в Терже от родителей выходцев из Буржа, типичная жительница пригорода с кормином на губах и ногтях, которую ввиду ее происхождения я называю иногда берешонкой. Так вот, дети мсье непоседливого человека с неменяющейся но забавной внешностью, дети мадам, убежденной домоседки, которой достаточно перекрасить волосы, чтобы удовлетворить свою склонность к переменам, дети их все четверо мальчики и девочки совершенно друг на друга не похожи. 24-летний Жанне плотный голубоглазый блондин, рост метр 85 сантиметров, вес 80 килограммов, грива точно у Ависсалома, сына Давидова, впрочем, он отнюдь не мягок, не нежен, скорее не преклонен. Без корысти он пошел в свою покойную мать, независим, хотя таким мне кажется, отнюдь не простак, хотя и кажется таким. В настоящее время, после длительной отсрочки, служит сержантом и благодаря своему диплому программиста работает на армейском компьютере. Чемпион Ильде Франсу в беге на тысячу метров. Восемнадцатилетняя Соломея, сокращенно СМЭ, так называет ее младший брат ее любимиц, напротив, типичная южанка с рассыпанными по плечам черными кудрями. Она, вот ведь ухитрилась, до такой степени похожа на Бертиль, что иной раз фотографии ее матери в молодости можно принять за недавний портрет дочери. Соломея невеликоростом и потому носит высокие каблуки. При виде ее маленькой но пухленькой фигурки глаза у мужчин плотоядно поблескивают. Очень решительная она весело командует братьями, когда ей случается выступать в роли Бертиль. Окончила лице, и однако учиться дальше не хочет. Влюблена в Гонзава, сына врача из Ланьи и ни в груш не ставит все остальное, кроме своей скрипки. Блондина, 16-летняя девушка, словно сошедшая с полотен Рубенса, тем более, что она еще и рыжая, томная, пылкая, но при этом живая, лукавая. Она меньше, чем ее сестра, склонна заниматься хозяйством и командовать в доме, зато весьма популярна в лицее, отлично успевает по всем предметам, кроме математики и хуби и фотографии, и поэтому она историограф нашего плана. Наконец-то Бен хватай-глотай в 12-летнем возрасте на только О-Бену ни от кого не приходится защищаться. Весельчак, немного клоун. Если на него перестают обращать внимание, замыкаются в себе, смотрят на вас, полуприкрыв глаза, торчащими во все стороны ресницами, и кажется, будто это щель, влопнувшая скорлупья каштана. Нужно ли добавлять, что этот непоседливый, как белка, мальчуган в штанах с кожаными заплатами на заду, чья квадратная мордашка забавно вытягивается, если перед ним ставят тарелку с сельдереем, имеет надо мной известную власть. У края, освободившейся от воды набережной, кипела марно, снова входившая в свои берега. Мы увидели, как по ней проплыл мимо на дубовом бревне живой и невредимый петух. Все жители домов, стоявших на набережной, шлепали по тине, вдыхая вонь от всплывшего на поверхность содержимого помоек и граблями счищали отбросы со своих лужаек. Жена моя мыла подвал, выливая туда целые ведра, жавелевой воды, а я обдавал струей и шланга загаженный гравий двора, как вдруг около десяти часов зазвонил телефон. Я бросился в дом, оставив грязные сапоги у входа и в одних носках убежал в кабинет, а следом за мной поспешил обертель в чулках. Я думал, что звонят из газеты насчет статьи. Оказалось, что звонит матушка, вернее, ее привратница, поскольку матушка туга на ухо. Без визгливый голос произнес, «Мои соболезнования все жанты, ваша бабушка скончалась. Мадам Резо сидит у меня в привратницкой на улице Вану, дом шестнадцати ждет, чтобы вы срочно свезли ее в Ри-Уэль». Ну, конечно же, в Ри-Уэль, в дом покойницы врожденной Вороль, появившейся на свет еще при Второй империи и единственной дочери уже не молодых в ту пору родителей толстого краснолицого полковника национальной гвардии Эрика Вороля Дэндук по прозвищу Индюк, взятого вместе с императором в плен приседаний, и его домоправительница Леони, на которой он женился вовсе не по необходимости, а на следующий день после того, как она получила наследство, которое подзволило ему счастье, достойное из себя. Папа очень любил рассказывать нам по секрету эту историю. Я знал, что вилла, куда оставив политику и квартиру на улице Пуссена в Париже, Плювеньеки удалились еще в 1930 году, заботясь о своем долголетии довольно обширно, и что на нее зарится Марсель. Но почему же матушка до сих пор не там? Разве она не присутствовала при кончине бабушки? В общем, я знал об этом далеко не все, вернее, я почти ничего не знал. У нее есть где остановиться в Париже? Спросила Бертель, вешая трубку. Возможно, так или иначе поехали. Детей не было дома, в том числе и Соломеи. Она сдавала экзамен, чтобы получить водительские права. Мы в торопя ходились, нацарапали записку, оставили ключ соседке и помчались в гараж, где наш Ситруэн ожидал конца наводнения. Бертель, почти всегда машину ведет, она уступила мне роль и за весь путь, вместо того, чтобы по обыкновению придираться к водителю, не проронила ни слова. Я же искосо на нее поглядывая думал, вчера ей было интересно разыгрывать из себя невестку, сегодня эта роль внушает ей беспокойство. День стоял серый, рестораны были полны, движения на дорогах умеренные. В полдень я входил в привратницкую на улице Вану. Матушка, которая ела бутерброд, наполовину торчавший из жирного бумажного пакета, сунула все это в карман своего пальто и встала. «Счастливо оставаться к Меланне, сказала она, обратившись на ты к монументальной привратнице, не сводившей с меня глаз. Если я к вечеру не приеду, то позвоню тебе». Она устроилась на заднем сидении машины и вновь принялась жевать бутерброд со смиренной прожорливостью, вонзая в него свои золотые зубы. «Поли, держу, что вы не успели поесть», сказала она, не переставая жевать. Потом, без всякого перехода, ты узнал Мелани? Я отрицательно покачал головой. «Дочь наших бывших фермеров и зубников», объяснила она сестра Мадлен, которая недавно умерла на ферме Красная Соль от рака. У Мелани есть мансарды на восьмом этаже с тех пор, как дочка вышла замуж, она уступает мне, когда я приезжаю в Париж. Это в центре. Я могу пользоваться телефоном в Превратницкой, могу сварить себе там яйцо. И что ты думаешь, гостиница мне не по карману? Да, я ведь не богат, а приходится экономить. Мадлен, моя пастушка, с которой я, когда ей было пятнадцать лет, баловался под кедром, где гнездили с коршуной, которая в двадцать пять стала дородной хозяйкой соседней фермы, неужели умерла? Нет, этого я не знал. Что касается Мелани, то, конечно, она, уроженка Кране, почитает мадам, и из любви к местам своего детства готова ей помогать. Разве не назвала она меня по телефону сержан, как называла тридцать лет назад, когда ходила в Сабон обуснувку. Значит, еще не исчезло раболепное стремление услужить. Заметив выражение враждебности на моем лице, матушка на сей раз ничего не может понять, ей и не вдомек, что мне коробят эти следы былых привилегий, которые столь для нее лестны. Полагая, очевидно, что мне не нравится, как она управляла имением, она подождала, пока я проехала еще три улицы, и лишь тогда решилась прокомментировать. У твоего отца уже после Первой мировой войны начались трудности. Можешь себе представить, как тяжело приходится мне, и как я хочу, чтобы меня обобрали в пользу Марселя под тем предлогом, что ты и Фред тоже мои наследники. И в то, если наследство сначала попадет ко мне, то состояние плевенеков может оказаться у вас. Ага, вот оно что. Не здесь ли зарыта собака? Она хочет поживиться, а я должен ей посодействовать. Хороший урок для Бертиль. Она же иногда мне не верила. Между тем матушка сочла уместным изобразить скорбь. Бедная мама, продолжала она. Она была слишком стара, чтобы отрешиться от своих предубеждений. Ну, впрочем, и Марсель не зевал. Потом я уже слышал только шум мотора и скоро увидел в зеркальце весьма назидательное зрелище. Мадам Резо, сунув за щеку мятную конфетку, вытащила свои четкие, решительно перебирая их большими пальцами, молча шевелила губами. Воздавая добром за зло, она молилась за покойницу. Площадь Этуаль, бульвар Мальо, Дефанс, Мальмезон. Еще полчаса, и мы приехали. Несмотря на то, что здесь как грибы растут небоскребы, которые до 30-го этажа будут набиты мелкими служащими, несмотря на доступную цену за квадратный метр, район этот все еще сопротивляется нашествию, цепляясь за 19-й век. Большинство особняков построено здесь еще в ту пору, когда они любили показной роскоши и фасады домов, обращенные в сторону парков, не должны были вызывать зависти прохожих, которым внушала уважение высокая ограда, ощеревшая собитым стеклом с плотной стеной деревьев за ней. Дверь с глазком в той стене, у которой я остановился, была отворена. Из нее выходила молодая женщина с большим чемоданом. «Это что такое, что она уносит?» встрепенувшись, спросила матушка. Я осведомился, то была сиделка, спешившая по другим адресам, туда, где витала смерть. Но мадам Ризо уже переступила порог. Она бросила, казалось, чуть смягчившийся взгляд на лужайку, на тенистые деревья, на узенькие аллеи, усыпанные мелким песком, по которым Верна когда-то прогуливалась в своих высоких зашнурованных ботинках мадемуазель Плевеньек и, тотчас же устремившись к вилле, натолкнулась на первое препятствие. Скрытые густыми кустами ау-кубы, я немного отстал вместе с Берстиль, которая, глядя на слишком пышный фасад в викторианском стиле, выдохнула «Ну и ну!» Я услышу «Месье Марсель приехал с вами?» «Мадам Плевеньек очень просил меня» и тут же вместо ответа грозное рычание «Да вы что!» Я сразу понял, что как шофер и одновременно внушающее уважение лицо я могу оказаться полезен матушке. Чувствуя за собой поддержку, она легко привела в замешательство ту, что вышла ей навстречу. Пока завещание не прочитано, дочь умершей по естественному праву была здесь бесспорно у себя дома и компаньонка, которая облекла своими полномочиями ее бездыханная хозяйка оказалась в трудном положении. Благословенное путешествие, благодаря которому не поспел вовремя привилегированный наследник. Я выставил вперед, вертель тоже. Мы были в большинстве и матушка оказалась приободрилась, получив наконец возможность пойти наперекор последней воли покойницы единственного на моей памяти человека на свете, которого она так и не смогла заставить плясать под свою дудку. Компаньонка же чуть не лишилась чувств. Но, мадам, отважилась она пролепетать, я получил распоряжение, репутация, какое-то верное средство для устрашения глупцов. Сам дьявол в моем обличье прошел мимо этой девицы жесткой, сухой, с морщинистой шеей и руками. А потом и жена дьявола, которая проворчала. Вы как знаете, а я хочу есть. Теперь достаточно было отправить этого цербера в бельевую, но матушка, которая сначала чуть не растерялась, возвысила голос. Теперь, мадемуазель, распоряжаюсь здесь я. И прежде всего я требую, чтобы вы немедленно покинули этот дом. Вам тут больше нечего делать. Нотариус заплатит вам все, что вам причитается. Когда глубоко оскорбленное старое дело ретировалось, теребя свой нагрудный крестик, матушка остановила взгляд на служанки Анне в чипце, какие носят уроженки Оре. Таня отступала не на шаг от компаньонки. Но второй стычки не последовало. Анна рабыня Плювиньеков, служившая им еще в старом поместье сенатора в Морбиане, быстро приняла сторону дочери покойной. Впрочем, улыбка ее красноречиво говорила о ее отношениях с Побежденной. Бедная мадам лежит там в голубой спальне, пролепитала она. Через час ее должны положить в гроб. Я не провожаю вас с мадам поле, сами знаешь, как пройти. Пусть же она распахнутся застекленные двери передней, и да последует наше траурное шествие по толстому ковру, прикрепленному к лестнице медными прутьями. Рядом я слышу шепот. Если бы тебя увидел здесь твой брат, у него разлилась бы желчь. Нечего и сомневаться, что мое присутствие будет расценено как знак благоволения ко мне, а вовсе не как оказанная мною услуга. Ну вот и лестничная площадка, освещенная мягким светом стеклянных горок, набитых разными безделушками, весьма типичными для буржуазного дома девятисотых годов. Бронзовые статуэтки, вещицы из металла, саксонский бисквит. И вот наконец широко раскрытая дверь голубой спальни. Вокруг кровати с колоннами и полугом громоздятся остатки былого великолепия. Правда, по-настоящему уцелели только прочные материалы, стекло, дерево, металл, оплюшивая обивков, цветочек на мебели и тяжелые занавеси с шишечкой на конце шнура пришли в ветхость. Сама кровать кажется почти пустой. Там лежит нечто среднее между миниатюрной амазонкой и яблоком ранет в конце сезона. Заметнее всего руки. Как воскликнул сирота. У нее в руках оставили четкие сангелами. И в самом деле пальцы покойной обвиты четками из слоновой кости в золотой оправе, каждая бусина которых крошечная головка ангелочка. А вместо взрослого Христа ювелир с наивным садизмом пригвоздил к кресту младенца Иисуса. Это редкая вещица и мадам Резу не колеблется. Одно за другой она высвобождает бусины из уже окостеневших пальцев покойницы, сует их к себе в сумку, откуда достает в качестве замены собственные четкие добротные будничные четки из оливковых косточек, напоминающих благочестивым душам о муках в оливковой роще в Ефсиманском саду. Вдобавок они освещены четкие с ангелочками вряд ли, да к тому же еще не успели остыть от жарких молитв мадам Резу. Ну и ну, вздыхает Бертиль за моей спиной. Мадам Резу, которая не слышала ее вздоха, хватает веточку розмарина, плавающую в блюдце на ночном столике и с напускной торжественностью трижды взмахивает ею. Несколько капель воды падает на отрученную кружевами простыню. Матушка поворачивается ко мне, потом спохватывается, наверняка вспомнив о моих отношениях с бабушкой, если не о моих отношениях с небом, и кладет розмарин обратно. Потом она вдруг задергивает полок к кровати и, ради приличия, изолировав таким образом покойницу, пикирует прямо на шкаф. Она распахивает его настиж, перетряхивает две стопки белья и под третьей находит то, что искала конверт с надписью «Здесь находится мое завещание», причем даже незапечатанный. Матушка, тем не менее, лихорадочно вскрывает его. Она встряхивает этим завещанием, довольно коротким, целиком написанным синими чернилами на гербовой бумаге рукой покойницы и аккуратнейшим почерком воспитанницы монастырского пансиона. Она читает, вся передергивается и кричит «Ну, не подлецы!» и раз, два, рвет завещание пополам, потом на четыре части, на восемь частей, «Такого я не ожидал даже от нее. Ее душит бешенство, она топчет ногами обрывки завещания. Перед нами воскресла психи Мара. Но на этот раз я не участвую в игре, я всего лишь зритель, я словно с другой планеты вижу и слышу, как наследница задыхается от злости. Марсель единственный наследник. Ему завещан дом и все, что в нем есть. Еще до раздела имущества никакого раздела. У меня право только на то, что по закону положено дочери. А как вам нравится приписка, не ищите моих драгоценностей, я ими распорядился, остались только самые пустяки, произносит чей-то голос. Это Анна, которая потихоньку вновь вошла в спальню, вид у нее такой, будто ей очень весело. Она объясняет. Мсье Марсель приезжала на несколько дней перед своим путешествием. Я видела, как он спускался с большой коробкой, я была в передней, а тут как раз мадам Плювеньек позвала его обратно и сказала что-то уж не знаю что. Он вернулся, оставил коробку на стуле. Стал выносить пакеты, да не один, а десять, может двадцать. Я подумала, но это все-таки слишком, он вывозит все, пользуется тем, что мадам с головой плохо, и решил посмотреть, коробка была набита футлярами, открывая один, оказывается там камень, и богу не вру, такой большой с мой новость. Солитер в десять карат, простонала мадам Резо, в другом оживелье браслет брош с синими камнями, ой, бальный гранитур с сапфирами, я чуть не прыснул, однако окончательно ли из меня изгнан дьявол, живя на заработанные, а не на полученные в наследство деньги, зная, что кроме побрякушек дома и обстановки, хотя уже одно это могло бы осчастливить два десятка супружеских пар, которые из кожи вон лезут, чтобы заплатить под чеком за свои двухкомнатные квартиры, немного останется от огромного состояния, сколоченного в начале столетия благодаря спекуляциям банкира плевеньяка. Я начинаю все же досадовать, сознавая, что в конце концов играю донатскую роль во всех этих спорах, и что если у него у брата десять детей, и это в какой-то мере изменяет его грабеж, то и у меня тоже четыре рта. Компаньонка поехала прямо к нотариусу предупредить его о том, что происходит, заметила бретонка и, глядя на разбросанное попло в очки бумаги добавила. Знаете, у них есть еще другой экземпляр завещания у нотариуса. Но нам уже не остановить машину, которая словно сорвалась с цепи. Она шарит в комоде, потом в шифоньере, находит забытый медальон, сует его в карман, находит камею и пихает ее туда же, находит золотую коробочку для пилюль и ее тоже свет в карман приговаривая. Раз уж он захапал все, мы будем просто дураками, если не соберем хотя бы последние крохи. Нет никакой надежды на то, что мы зайдем на кухню перекусить. Она будет таскать нас с собой из комнаты в комнату, она будет хватать своей кричковатой рукой все, что попадет на глаза и не переставая возмущаться подлой неблагодарностью человеческого рода. Она охрипла от крика. Пусть даже все это сплошное притворство, она не перестает повторять, что у нее ничего не останется на память о ядце, ни единой его вещицы, ни портрета, и точно в таком же положении по ее вине оказался и я, но она и глазом не моргнув, изливает местной обиде. Она вне себя от бешенства и злит не столько то, что ее обобрали, сколько то, что ее одурачили. Она хватается за какую-нибудь безделушку, потом бросает ее, переворачивает все вокруг и, глядя на нее, становится ясно, что хотя при ее алчности ей и очень тяжело отказаться от мысли завладеть желаемым, но всего непереносимее для нее утрата своей власти. Самой невероятной будет финальная сцена. В два часа позвонит нотариус. Услышав в трубке мой голос, он выразит удивление и в то же время радость, что в этих бескорбных обстоятельствах я нахожусь рядом с мадам Ризо, которая постигла такое несчастье и вежливо попросит меня сообщить своей клиентке и другу, если ей это неизвестно, что дом завещан ее сыну Марселю. В три часа мы все вернемся в спальню, чтобы присутствовать при положении вагруб, а затем гроб снесут вниз, поставят в переднее у подножия серебряного распятия, поблескивающего в сумеречном свете четырех канделябров. в четыре часа над нами смелуются, дадут чаю с сухим печеньем, а затем возобновятся поиски, и тут мы обнаружим с ценой шкаф, набитый облигациями русского займа, по ценности, равным стоимости бумаги, на которой они напечатаны, хотя на всех шестистох облигациях и раскинули крылья шестьсот двуглавых императорских Орлов. Наконец, около пяти снова раздастся телефонный звонок. Марсель позвонит из Тринидада. Он примет меня за служащего похоронного бюро, сообщит, что завтра прибудет на самолете и попросит передать всем в доме, чтобы до его приезда никто не смел ни к чему прикасаться. Охваченная новым приступом злобы, матушка кидается на столовое серебро и как попало швыряет его в чемодан. Потом хлопает себя по лбу с возгласом «Окружева!» «Окружева!» протискивается позади гроба наполовину загораживающего дверь в гостиную и хватает там бритонские кружева и ирландские кружева, как считают просто чудом. А мы дожидаемся в передней. Мы сыты всем этим по горло. Нам хочется домой. Бертиль убедившись наконец в моей правоте хрустит пальцами. Но вот мадам Резо возвращается с тюком в тропях завязанном в какую-то занавеску. Тюк такой огромный, что она не может его пронести. Она вытягивает шею. В раздражении щелкает языком. «Отодвиньте же крест», кричит она, «Он мешает». И так как пораженные мы не трогаемся с места, она вздымает свой тюк на вытянутой руке и перебрасывает его через гроб к нашим ногам. Как призналась сама Бертиль, результаты испытания оказались необнадеживающими, а потому мы не без колебаний оставили у себя матушку на уикенд, так как похороны должны были состояться только в понедельник утром. Мне не слишком приятно было видеть, как она сразу же перенесла свою добычу в багажник Ситроэна. Еще менее приятно было, что из этой кучи она извлекла ларец со столовым серебром в подарок моей жене. Я обратил на это внимание за обедом, когда заметил рядом с нашими тарелками ножи и вилки с вензелем сиролей. Торжествующий взгляд матушки, ожидавший потока благодарности, соответствовал смущенному взгляду берешонки, которая не посмела отказаться от подарка. Я повертел в руках ложку в стиле Людовика XVI, хорошая копия середины XIX века, как будто отыскивая на ней пробу. В ту же минуту вспышка фотоаппарата блондины, не перестававшей запечатлевать сцены нашего примирения, увековечила на пленке мои колебания. Мадам Резо, сидевшая от меня справа, слегка уязвленным тоном протянула. Не бойся, оно серебряное, пусть это будет моим свадебным подарком, хотя я несколько запоздал им. Благодарю вас, матушка, с трудом выговорил я. Приборы только что почистили, и суп, как мне показалось, явственно отдавал порошком для чистки серебра. Мадам Резо, видимо, поняла, что произвела на нас в Ревейле неприятное впечатление. Она держалась натянута, но не стушевалась, нет, даже безмолвствая, она занимала слишком много места. И ничуть не растерялась, несмотря на то, что старое правило хорошего тона под моей либеральной крыши не соблюдались. Ее пронизывающий взгляд не дымал, осуждая наше время, он старался не замечать сутулящих со спин, локтей на столе, тарелок, которые дети приподнимали во время еды или вытирали хлебным мякишем на глазах у безразличных к этому родителей. Ее ухо поворачивалось то ко мне, то к бердиль, то к соломее в знак особого расположения причисленной ею к разряду взрослых. Она старалась не замечать болтовни детей, которые влезали в разговор, когда их не спрашивали. Но могла ли она отвергнуть простодушие Бена? О, бабуся, хотите еще кусок торта? Ироническая улыбка, однако утвердительный кивок головой, тем более недвусмысленный, что торт был достоин похвалы, и на ее тарелку свалилась изрядная добавка. Что поделать, если дети не умеют вести себя за столом? Зато здесь отличное меню, полное семейное согласие и центральное отопление. По временам она отяжелевшая и добродушная забывала держаться прямо, разваливалась в кресле и словно кошка глядела узкими зрачками на нашу уютную трапезу. Я продолжала вести себя очень сдержанно, но Бертиль совсем размякла, глядя на свекровь, которая сокрушенно помешивала свой отвар из шиповника и забрасывала ее вопросами о ребятишках. Кончилось тем, что за полночь после долгого совещания в супружеской постели Бертиль отпустила ей грехи, дадим ей возможность искупить былое. Бертиль соглашалась с тем, что нужно принять кое-какие меры предосторожности, но желание наверстать упущенное побеждало в ней смутное предчувствие опасности, и она то и дело повторяла один и тот же довод, не слишком ли долго мы пренебрегали интересами детей, вправе ли мы с гордостью не воспользоваться случаем снова сделать их полноправными, резо, ведь они же ничуть не хуже других, осталось ли грозно их бабушка все такой же коварной, и не следует ли нам попытаться обезвредить ее, окружив сластями и заботами, которых требует ее возраст. Как почти у всех женщин у Бертиль есть что-то от бойскаута. Она уже мечтала об обращении мадам Ризо. Какая благородная миссия превратить из демона в ангела, это несчастную, чье пренебрежение к нам наверняка объяснялось пренебрежением к ней и собственной матери. А тут еще древние предрассудки, неудачный роман, брак без любви, приведший к своеобразному раздражению против семьи, к чему-то вроде вариации на тему Хабенера и Кармен «Тебя не люблю я, тебя не люблю я, так пусть твои дети берегутся нелюбви моей». Самое любопытное состоит в том, что, не признавая за мной никаких достоинств, кроме моего невозможного характера, прибегая к тумальным намекам на мои невзгоды, выгодные из пользы этого обстоятельства, что и малая частица истины сообщает правдоподобие любой небылицы, сама же матушка как бы дала зеленую улицу такому объяснению. И человек быстро хватается за то, что его оправдывает или позволяет ему сохранить лицо. На следующий день госпожа матушка постаралась держаться еще более смиренно. Но было ли это действительно притворством? Есть ли ее манера набрасываться на паштет, потом втягивать в себя спагетти с таким же энтузиазмом, с каким курицей заглатывает червяка, свидетельствовала о неудовлетворенном аппетите? То вся эта сложная игра пересекающихся морщин, кудахтающих смешков моргающих век не выдавала ли она иного голода, разумеется, даже памяты о древней истории, ибо удалек от мысли, что за неимением волчат в один прекрасный день у сосцов волчицы можно найти Ромула или Ромулу. Но то, что матушка могла сожалеть о прошлом, казалось мне вполне возможным. Кстати, в воскресенье произошли три интермедии, в которых мадам Резо проявила себя как существо благодушное. Во-первых, она не возмутилась, что к мессе ей пришлось идти одной. Во-вторых, с одиннадцати утра до шести вечера происходило целое нашествие молодежи, что, конечно, было для нее тяжелым испытанием, но и тут она не подала виду. Была очередь наших детей принимать у себя, и, как это бывало, каждый месяц наш дом заполнили Марки, Сюзанна Машу, Клярш, младшая дочь, если не ошибаюсь, Жиля Макслона, Луиза Форю и ее лохматый племянник Андреа Форю с двумя незнакомыми мне девочками, Кармен, подруга блондины, Гонзаго, дружок Соломей, Мари, подружка жены и другие. Они приходили, уходили, вместе и порознь, шумели, чувствовали себя как дома, поднимались в спальню, и снова спускались, хозяйничали в холодильнике, рылись среди пластинок, чтобы потом топтать до блеска натертый паркет бертиль и, хлопая в ладоши, присвистывая, тряся такт музыки, головой и задом отплясывали так неистово, что из-под взлетавших юбочек чуть ли не до пояса видны были обтянутые колготками бедра моих дочерей. Разумеется, госпоже матушке пришлось ретироваться на кухню и, стараясь не выказывать удивления нашей терпимостью, наскоро поесть там вместе с нами. Прощаясь с Гонзагу, Соломея позволила ему поцеловать себя в губы, и только это зрелище заставило матушку раскрыть рот. «Они помолвлены?» спросила она. «Знаете», ответила Бертель, «теперь это не имеет значения. Шея матушки слегка дернулась. Но на этом закончилось все то, что могло быть ей неприятно. После того, как молодежь разбежалась, явилась бабушка Дарум, чтобы за семейным ужином отпраздновать свой шестьдесят пятый день рождения. Встреча двух прародительниц, двух вдов, у одной из которых муж был судьей, а у другой кондитером, могла оказаться довольно кислой. Не будучи знакомы, они издали недолюбливали друг друга. Одна кичила своей лавочкой, другая мантией покойного супруга. Но нам дано было насладиться двойным номером искусства очаровывать. Причем у мадам Резо это искусство умеряло с остатками высокомерия, а у мадам Дару веселой недоверчивости. Откровенно говоря, мадам, я воспредставлял себе иначе. Мадам Дару с ее бесцветными, как у вареного судака, глазами, обрамленными реденькими ресницами с толстыми дряблыми ногами на плоских ступнях, с идущим откуда-то из глубины, гогочущим, как у кусыни, голосом, была не слишком-то презентабельна и сама это знала. Но она знала также и то, что со дня своего рождения все время поднималась по социальной лестнице. Тогда, как мадам Резо опускалась, она долго сетовала вместе с матушкой на новые правила аренды земли, на исчезновение повинностей, дичи, прислуги, законов, морали, облаченной в длинную мантию и твердой власти, увенчанной пышными усами, причем мадам Дару, все это нисколько не тревожило. Ей просто нужно было поддакивать матушке, чтобы вести с ней разговор на равных. Она подосадовала еще на увеличение стоимости торговых патентов, ограничение прибыли на невероятную дерзость молодого поколения. Дело дошло до того, что некоторые родители, она лично знакома с такими, когда у них похищают ребенка, еще требуют от похитителей платы за то, что берут его обратно. Об этих вот я не говорил, мадам. Наши еще сносны. Обсуждали также политические вопросы. Мадам Ризо, претендуя на роль Кассандры, заявила, что государственная машина, хоть и порядком износившаяся, как уверял когда-то Ледовик Пятнадцатый, переживет еще, бог думает, ее само и ее. А возможно, даже его-то ее жест в сторону Бертиль. Ну, во всяком случае, не ее жест в сторону Соломеи. Это это суждено умирать под мастью серпа и молота. Да, тут уж ничего не поделаешь, когда-нибудь придется навести порядок. О, вы меня пугаете, мадам. Преуспев, в общем, недавно, не потеряв надежды утвердиться в жизни, мелкая буржуазия уже не шла за буржуазией крупной, которая к тому же вела себя двусмысленно. Мадам Ризо нарочно чуть провоцировала. Она зондировала почву, ожидала моей реакции. Я учтиво слушал. Буржуазная глупость не лишена забавных сторон. Достаточно сказать, что она сама же выставляет себя на посмешище, но, подобно кухонным запахам, она требует вентиляции. Я уже хотел было встать и пойти немного проветриться, когда обе дамы, возмущенные какой-то фривольной афишей, наклеенной возле моста Горне, стали сокрушаться по поводу невиданной распущенности нравов, поглядывая при этом на нашу девицу. Безвидимой связи с предыдущим мадам Ризо сказала, «Да, кстати, на кой черт этим девочкам дали такие странные имена? Почему вдруг Соломея? Это в честь той, что приказала отсечь голову Иоанну Крестителю? Почему Блондина? Не в честь ли мученицы, которой выпустила кишки ливанская корова? «Я сама захотела такое имя», сказала Блондина. «Ты что, смеешься? надо мной?» воскликнула мадам Ризо. «Да нет, бабушка вмешалась Соломея. Я тоже изменила имя. Зачем же носить то, которое нам дали, не спросив нашего согласия? Я ждал, что матушка взорвется от такой дерзости девчонки, бросающей вызов своему гражданскому состоянию, но она даже не поинтересовалась, какое же настоящее имя у Соломей. «Видать, это девочка с характером», процедила мадам Ризо. «Вся в тебя», ответила Соломей. «Что-то произошло в этот момент, но никто, кроме меня, этого не заметил». Сморщенные веки мадам Ризо, на мгновение опустившиеся на ее зеленые цветы бутылочного стекла глаза медленно поднялись и из-под них сверкнули изумруды, привыкнув называть на «ты» свою бабушку дару Соломея. Только что их бабушке Ризо обратилась на «ты». Было два оповещения. В нашем перечислялись все вдова мадам Поль Ризо, мадам Фердинанд Ризо и их детям, мадам Жан Ризо и их детям, мадам Марсель Ризо и их дети с прискорбием освещают. Впрочем, мне нелегко было вставить сюда цветных, как называют детей Фреда, наша матушка. Но Анна предупредила нас по телефону, что Марсель, вернувшись с Карибского моря, пренебрег нашим оповещением и заказал другое, в котором названы только вдова мадам Поль Ризо и он сам. Газета Фигаро поместила его в светской хронике в рубрике траурных извещений. В результате одни и те же люди получили по два варианта некрологической прозы. Похороны обещали быть весьма оживленными. Они были даже забавными. Когда мы подъезжаем с опозданием на несколько минут, гроб с венками уже погружен на автомобиль катафалк, стоящий у дверей, обтянутых черной материи. Марсель стоит сразу за катафалком в сером костюме, с черным галстуком и черной повязкой на рукаве, такой подтянутый, словно на нем мундир. Выражение лица его такое же твердое, каким было и в двадцать лет. Он словно загримирован сорокалетним. Соланж, которую я видел раза три-четыре еще девушкой и теперь сто дом узнаю, до того она высохла, тихонько болтает с компаньонкой. Накрахмаленные приличествующей случаю скорбью все трое кажутся однако встревоженными, головы втянуты в плечи, будто в ожидании ужасного скандала. Вероятно, по этой причине, дабы не омрачать невинные души или, опасаясь вопросов, Марсель не взял с собой детей. Уж не решил ли он обойтись и без соседей? В групп собираются провожать каких-нибудь десять человек. Но мы это сейчас уладим. Из пяти машин нас выходит двадцать. Все мои в полном составе и даже женная, которого отпустили на похороны. Все дару. Им захотелось укрепить непризнанное родство, и я их не отговаривал. Бабушка, обе ее дочери, оба зятя, сын и невестка, да еще несколько мальчуганов. Чита Форю, Чита Макслон, Ванзаго. Наконец, Мелани с мужем стали прокатчиком на заводе Рено. Их присутствие должно придать похоронам особенно респектабельный вид. Бедный Марсель. Его опущенные веки растерянно поднимаются, и когда матушка под траурной вуалью из черного крепа опираясь на мою руку, со скорбным видом подходит к нему, он шипит, Бабушка, не одобрила бы вас. Будь она жива, конечно, не одобрила бы, шепотом соглашается мадам Резо. Но теперь, когда она умерла, она должно быть понимает, что к чему. Марсель наблюдает за мной характерным для него взглядом сверху вниз. Сомнения нет, наши братские узы вот оборвутся. Они наводят на мысль о Кайне с Абелем. Жена отдает честь Марселю, на что дядюшка, в пив взгляд в племянника сержанта, непроизвольно вздергивает подбородок. Но вот является распорядитель и облегчает положение, обмен любезностями и представления теперь уже были бы не кстати. «Прошу вас, господа, прошу», приглашает он с елейным выражением лица. Марсель, как будто дело идет о его престиже, сразу выступает над шагом вперед. «Он главный наследник, он хоронит свою бабушку. Траурную процессию должен возглавить он, это неоспоримо. В отсутствие Фреда я здесь, к сожалению, старший, а я небольшой любитель чечевичной похлебки и не продавал за нее своего права первородства. Шнуры по обеим сторонам процессии не протянуты, значит, старшему полагается быть справа. Я обхожу генеральному президент-директора, а он пораженный тем, что оказался слева, замедляет шаг, пытается чуточку отстать, чтобы в свою очередь обойти меня. Увы, жена подходит сзади и идет рядом со мной. Я немного сторонюсь, и Кропет, стремясь занять место справа, оказывается в канавке, куда местные кумушки так часто заставляют присаживаться своих пуделей. В конце концов, О'Бен встает в один ряд со своим братом, между тем, как мой брат покоряется судьбе. Он отступает во второй ряд и идет один, ощетинившись притворным безразличием и подстриженным ежиком волос. Повернув на секунду голову, я замечаю, там, где идут женщины, салаш тоже вытеснили из первого ряда. Она плетется в хвосте, делая вид, что ей совершенно все равно. Но испытание будет недолгим сестрицам. Это сосредоточное топтание по зуде траужного автомобиля, словно происходящее в фильме с замедленной съемкой, длится на протяжении всего лишь трехсот метров. Вот уже и церковь, задрапированная широкими черными полотнищами, по которым строятся серебряные слезы. Внушительные звуки органа, дующего в свои самые толстые трубы, колышут стоячую воду крапильницы спертый воздух храма, где среди столь угодного богу запаха горелого стеарина вырос густой лес свечей. Толпы нет, но народу много, говорил мой отец, рассказывая о высокопоставленных участниках торжественных церемоний. Сегодня именно такой случай. Мэр, поверенный адвокат, нотариус Павиньеков, директор местного отделения Лионского кредитного банка, генеральный советник, все они здесь. Они пришли хоронить не столько бабушку, сколько вдову сенатора, в общем, его вторую половину, оказавшуюся прочнее первой. Вокруг них с полсотни анонимов, среди которых и обычные плакальщицы с сухими глазами, старые дамы, провожающие такую же, как они, старуху в рай для рантье, обеспеченные им благодаря молитвам и заупокойным местам, которые будут отправляться на их пожертвования, зарегистрированные в приходских книгах. Я заметил, как одна из них, увидев меня, толкнула локтем другую. Пройдем к нашей скамье. Довольно насмехаться. От девяностолетней старухи, упрятанной в обитый атласом гроб, который выгружают из страурного автомобиля и ставят на затянутый черным сукном катафалк, мне досталась четвертая часть моих генов. Моя бабушка Резо передала мне отнюдь не больше, а все-таки ее смерть, мне было тогда лет десять, оказалась для меня катастрофой. Со смертью бабушки Плювиньек я ровным счетом ничего не лишаюсь и хвастать мне тут не приходится, но ненормальное остается ненормальным, тем более, что эти Плювиньеки, которые не дали мне ни нежности, ни материальных благ, наградили меня как своими физическими чертами, таки своим характером. Они надолго себя переживут до тех пор, пока я хожу по земле. Вы мне слышите, бабушка, где бы вы ни были, знайте от вашей упрямой, дерзкой, цепкой породы, с какого-то времени испорченной тем, что бумажник, который ее представители носили на сердце, стал молчащего, что ускаменить преемственности тянется ко мне, ко Бену, шепчущему мне на ухо, скажи, чете Соланжа, ты та, что не толще велосипеда? И потом сразу же, а ей все-таки нелегко у бабуси-то. Я шикаю на него, но он прав, бабуся, которую прозвали так на русский манер со вчерашнего дня, потому что, по мнению Бена, она должна была бы жить где-нибудь в Сибири, раз от нее веет на нас таким холодом, бабусе ей в самом деле нелегко. Не единой слезинки, только какая-то каменная скорбь, от которой голова ее совсем ушла в плечи. Те, кто предшествовал ей, не любили ее. Теперь пустота разверзлась пред нею ближайшей кандидаткой на кончину. Те, кто за ней следует, тоже не предлагают ей ничего, ни тепла, ни участия, началась заупокойная служба. Но чем мертвые отличаются длиннее от живых, ее рот медленно раскрывается, словно ей не хватает воздуха. Я вижу, как она сжимает запястье соломей. Она будет пребывать в прострации до самого отпущения грехов. Но вот ей приходится встать и идти вместе со всеми на кладбище. А там вдруг опять начинается балаган, после последних взмахов крапива над разверстой могилой, над гробом, его опускали в землю с таким треском, словно кто-то ударил топором по ящику. А когда стали вытаскивать веревки, покрышки забарабанили мелкие камушки, Марсель и Соланж, с минуту посовещавшись в тени Кипариса, приняли удивительное решение. Вместо того, чтобы встать вместе с нами, а им пришлось бы встать позади нас и выслушивать соболезнования, они становятся по другую сторону аллеи, слегка ссутулившись, с выражением скорби и с предупредительной улыбкой на лице навоскрив уши и подставив щерки для поцелуев верных друзей. Компаньонка бросается к ним. Мадам Плюиньяк этого не заслужила, — рыдает она, принятая в разверстые объятия. Руки в перчатках похлопывают ее по спине. Утешься, дочь моя. Мадам Плюиньяк нас не видит. При жизни она даже не знала, что этот мир уже не принадлежит тем, кто благодаря своему весьма почтенному состоянию полагал, что им будет принадлежать и другой мир. Она хотела иметь все, сначала землю, потом небо. Она этого, конечно, не заслужила. Тем временем компаньонка, намеренно, не замечая нас, уходит прямая, как и с точкой, увенчанной шляпой, словно диакритическим знаком. При этом она украдкой брошает взгляд на происходящее за ее спиной. Увы, за ней стоит красный, раздираемый мучительными сомнениями нотариус. Если мною можно пренебречь, то в отношении матушки и его клиентки этого делать не следует. Она может вверить свои интересы нотариусу и следу, который, как человек предусмотрительный, постарается к тому же, чтобы она оставила завещание в пользу достойнейшего. И вот наш бедняга разрывается на части. Левой ногой он делает шаг в сторону матушки, кланяется ей, говорит то, что полагается. Потом быстро поворачивается правой ногой и делает шаг в саланж, которая выказывает те же знаки уважения. Тотчас отскочив назад, он оказывается передо мной бормочет любезности и тут же кидается в противоположную сторону, чтобы выразить свои симпатии Марселю. Слава Богу, справа их только двое, и потому он не рискует вывихнуть себе шею. Теперь он может семенить прочь, отвешивая легкие поклоны всем остальным, стоящим с моей стороны. Но так как нас все-таки значительно больше, это производит впечатление на присутствующих, и не все следуют примеру нотариуса. Арно и Батист Мэр, генеральный советник, совершенно пренебрегают Марселем и Соланж, так что те инстинктивно приближаются к нам. Теперь, если бы их забыли, это выглядело бы просто нелепо. В конце концов, они встают на расстоянии метра от нас и невозмутимо торчат там, пока потоком движутся с меня и друг друга соболезнующие. Марсел уставился на меня как на стену. Впрочем, выражению его взгляда нетрудно расшифровать, поскольку ты отсутствовал 24 года, ты потерял право считать себя принадлежащим к роду Резо. Тебя больше не существует. Ничего тебе тут надо. Я с ним почти согласен. Мне трудно привыкнуть снова. Наконец, вот и Анна, старая служанка. Марсель снисходительно протягивает ей два пальца, произносит два слова, потом добавляет. Кстати, в два часа нотариус будет опечатывать дом. Готовьтесь к отъезду. Он говорит это в отместку нам. Но я тут же отпарировал. Если вам некуда ехать, Анна, можете поселиться у нас хотя бы временно. Я уже решила, сказала Анна. Я возвращаюсь в Оре к своим племянникам. Пошли, говорит Соланж и, стуча каблуками по гравию, тянет за руку своего супруга. Марсель ведет себя сдержаннее. Он знает, что после того, как дом опечатают, производить опись имущества бывает очень затруднительно, если эксперт противоположной стороны оценит его слишком высоко. И вот он колеблется, что же делать, обвинять, обливать презрение, блестить этикет. Но вскоре он улыбается. Он нашел решение, и за ним останется последнее слово. «Церемония окончена», говорит он. «Благодарю вас». Но он слишком понадеялся на свою собственную серьезность. У самых ворот кладбища он чуть съежился, словно подавляя желание чихнуть. Как он ни старался, все мы слышали, и в каком-то смысле это даже утешительно, он не смог удержаться от смеха. Так как опечатывание дома должно было производиться в присутствии мадам Резо, я оставил машину Бертиль и поручил ей доставить матушку домой. Но этого оказалось недостаточно. «Ты останешься с нами, Соломея?» спросила бабуся. Соломея, которая собиралась ехать вместе с Гонзабо, не посмела отказать. Я же вернулся с остальными детьми в старом сереньком Рено Батиста Фориум. Он живет возле моста в одном из четырех домов башен, недавно построенных на берегу канала. У меня была срочная работа, у ребят уроки, а Жанне хотел заглянуть в спортивный клуб. И вот три часа провозившись с корректурой и спещерив ее знаками исправления, я услышал подзвекивание чашек, значит, мои вернулись. Они трещали, как стая скворту, заглушаемая карканьем вороны. «Ты спустился перекусить?» крикнула снизу блондина. Я подошел к застекленной двери в домашних туфлях и на секунду остановился. Матушка, разумеется, не двигалась, не до себя обслуживать, а ее спокойная уверенность в том, что таким образом соблюдается естественный порядок вещей, тогда разделяли все. «Бабушка, хотите пряник?» «Бабушка, а сахарку?» «Матушка, шоколад не слишком горячий», и все порхали, вокруг нее словно мотыльки, а бабуся, по правде сказать, очень небрежно причесанная и, вероятно, не лучше того умытая, но при этом изысканно светская, отставив мизинец, бросала себе в рот маленькие кусочки и, не переставая, разглагольствовала «Это уж точно! Я любой ценой отделаюсь от этого нотариуса!» «Я обращусь к мэтру Дибону, преемнику мэтра Сен-Жермена все летом, завтра же поеду к нему, а вы будете так милы и проводите меня сегодня к восьмичасовому поезду». Я отворил дверь. Едва повернув голову, она продолжала. Предложил мне оценить имение в ту же сумму, что и в момент смерти папы, чтобы избежать расходов на переоценку. «Да это же мошенничество!» «Два гектара в Риоэль при теперешних-то ценах на землю?» «Вы можете себе представить, и какое местоположение покупатели так и набросятся?» А Соланш сюсюкает. «Бабушка взялась на склятву, что мы сохраним дом». «Ручаюсь, не пройдет и двух лет, как все будет продано». И так здесь, в кругу моей семьи она вновь повела речь о крупных деньгах, которые наряду с великими принципами и мелкими компромиссами всегда занимали ее семью. И снова меня охватил страх. Страх, смешанный с чувством отвращения, с ненавистью беглеца к родному племени. И в то же время внутренний голос говорил, а мы-то надрываемся, выплачивая взносы за дом. А будь у нас хоть бы треть той земли, что причитается нам по праву. Вот, черт побери, это ведь очень заразительно, как-никак, а я тоже не прочь закусить хорошим камамбером со стаканчиком красного вина. Да не какого-нибудь обургундского. Все это ожидало меня на круглом столике, а перед столиком соломенный стол. Хорошо, что мы еще не спим на салоне, но сейчас я уселся на нее. Мадам Резо продолжала вещать. Имение теперь у Марселя тут уж я ничего не могу поделать. Но если за парк назначат его настоящую цену, еще же будут они выделять мне мою долю, просто не пойму. чтобы сохранить ревюэль и спекулировать земельными участками, ему придется продать хвалебное. Смотри-ка, ты оказывается здесь, что кончил марать бумагу. Уже выдал положенные числа страниц, как эхо повторила Дартиль. Марать бумагу и выдать положенные числа страниц, это были священные формулы, избавлявшие меня от всяких восторгов. Но если под выдать положенные числа страниц, подразумевалось достойное похвалы прилежания и даже намек на два латинских изречения с розовых листков птиляруса, терпение и труд все перетрут и ни дня без строчки, то марать бумагу содержало некую оценку, вероятно относящуюся к прошлому, но во всяком случае единственную, которую матушка когда-либо высказывала, молчаливо подразумевая при этом, что заработок есть заработок и что нельзя считаться с пословицей и заблуждения вовсе не обязывает воздерживаться от него. Впрочем, Марсель очень хорошо все понял, добавила мадам Резо, он уступит, уступит, он знает, что я не дам себя обобрать. Камамбер был что надо. Никто не умеет так хорошо выбирать сыр, как Бертиль. Я наблюдал за своим маленьким мирком, блондина скучала, обман дурачился. Соломея внимательно слушала, а Жанне был настроен явно враждебно. Произошло то, что должно было произойти. «И вам нужна такая куча денег?» спросил Жанне, на лазуревый взгляд которого упала белокурая прядь. От изумления матушка открыла рот. «Спроси у своего отца, сколько нужно денег, чтобы прожить?» Сухо отрезала она. «Впрочем, эти деньги также и ваши?» Вот эта песенка получше. Слова «это мои денежки» никого не трогает, когда же вы говорите это денежки и моих детей, то вы выступаете в роли жертвы и привлекаете к себе симпатию толпы, забывающие о предварительном условии, а не получат их только после моей смерти». «Жанна чистая душа», сказала Соломея, зарешечивая ресницами свои черные глаза. «Но ест он за четверых». Бертель дважды прищелкнул языком условный знак, к которому мы прибегали при посторонних, чтобы прекратить спор, наносящий ущерб доброму имени Эрде. Эрде, то есть Резо Дару, согласно вензелям, вышитым крестиком на салфетках. Матушке это доставило истинное наслаждение. Она обнаружила первую трещину в нашем клане отсутствия взаимной симпатии между двумя старшими детьми. Жанне усталых стиснув зубы. «Он весь в тебя, этот мальчишка!» прошипела мадам Резо в мою сторону, но настолько внятно, что эту сентенцию можно было слышать на улице. «Вы не льстите», сказал Жанне уже в дверях. Бертиль строго посмотрела на меня. «Мой сын всегда становится на сто процентов моим, когда что-нибудь неладно. Я должен отвечать за его выходки». Впрочем, Бертиль напрасно встревожился. «Для Кассандры возможность прокомментировать что-либо всегда удовольствуем». «Видишь, до чего просто воспитывать детей». «Пришла твоя очередь, мой мальчик. Желаю тебе удачи, потому что такие зверюги, как ты, прежде составляли исключение, а теперь они правила». И добавила, желая выразить сочувствие Бертиль, «Вам, наверное, порой бывает нелегко, бедняжкого моя». «Делаю, что в моих силах», ответил Бертиль слишком поспешно. Я нахмурил брови, отчего жена моя смутилась, а матушка просияла. «Жена будет куда опаснее тебя», продолжила она. «Ты заставил меня дорого заплатить за твое послушание, но твой сын ведь не станет бунтарем, он будет активным деятелем». «Для них это все равно, что вступить в монашеский орден, теперь у них такая манера. От гнева, от сознания, что осмеливаются ей противоречить, она, как прежде, становилась откровенной и прямолинейной. Раззадоренная моим молчанием, раззадоренная своим выпадом против жены, она совсем распоясывалась. Я знаю, о чем ты думаешь, прекрасно знаю. В глубине души ты согласен с твоим вороненком. Ты думаешь, что я корыстный, ну и что же, да, я корыстный. В жизни никем ничем не пользовался, даже когда командовал твоим отцом, я это делал во имя его принципов и его притязаний, подкрепленных моим преданным. После его смерти меня эксплуатировал Марсель, но с меня довольна. Теперь я старая недостойная дама, которая хочет воспользоваться тем, что у нее осталось. Я вам налью еще шоколады, матушка, предложила Бертиль, спеша поправить положение. Не откажу, спасибо. Блондина уже услужливо протягивала тарелку с пирожным, но в тот момент, когда кувшин с шоколадом коснулся носиком чашки. Так, он вдруг выскользнул из рук Бертиль и в дребезги разлетелся у самых ног мадам Резоу, обутых в черной туфле, нечищенные уже больше года. Ну вот, воскликнула Бертиль, опять на меня это напасть нашла. Она трет себе правую ладонь, прочерченную у самого запястья длинным лиловым шрамом. Удрученная, ни о чем больше не думая, она старается оправдаться перед свекровью, вокруг ног, которой разлилась коричневая лужа. Извините меня, со мной это бывает после того несчастного случая, время от времени большой палец вдруг подводит. Растерявшись, она умолкает, но слишком поздно. Впрочем, если бы матушка и не заметила смущения моей жены, ее насторожили бы наши тревожно забегавшие взгляды. О том, что вырвалась сейчас у Бертиль, мы не говорим никогда. Какого несчастного случая? Ласково спрашивает мадам Ризо. солгать при соломе и блондине о Бене? Об этом не может быть и речи. Тем самым мы только подчеркнули бы значение этого факта. Нет, нет, лучше сказать правду. Правду не вливаясь в подробности, и лучше, чтобы сказал ее я. У Бертиль был серьезный перелом кисти. Вернулся Жанне. Он, вероятно, подумал, что оставил меня в трудном положении, что лучше ему давить на стул своими восьми десяти килограммами, сидя за столом напротив бабушки. Он все слышал и теперь словно окаменел. Пусть даже он весьма смутно помнит о случившемся, все-таки у него есть жестокая уверенность, что он при этом присутствовал. Соломея не менее серьезна, хотя она и не подозревает, что тоже была там, что до Бертиль то вместо того, чтобы броситься за тряпкой и положить конец этой сцене, она стоит опустив руки и не двигается с места. Матушка встала и весело шагает по шоколадной луже, осколки фарфора хрустят под ее ногами, как кости. Она берет руку Бертиль и качает головой. Ну, вам еще повезло, но для ведь остаться вовсе без руки. Теперь она уже не сомневается. Вместо того, чтобы сгустить мрак, окружающий тайну, наше молчание только прояснило ее. Матушка еще не вполне улавливает связь между событиями, но можно быть уверенным, если это звено разомкнется, разомкнутся и все остальные. Деликатность, уважительное отношение к тайным ранам других людей не ее амплуа. Толстый указательный палец матушки направлен на Бертиль. Ради того, чтобы узнать, она не постесняется разворошить все. Она бурчит себе под нос, ни на кого не глядя и таким тоном, будто не придает своим словам никакого значения. А, значит, вы были в машине, когда погибла первая жена моего сына. Вы ее знали. Жена сжимает кулаки в карманах. Но, поскольку молчать уже невозможно, Бертиль вновь обретает хладнокровие. «Она была моей кузиной», говорит она. Теперь она уже твердо встает на ноги и идет за тряпкой. Разговор на этом пресекся, но вечер все равно испорчен тягостным ощущением невскрытого нарыва. Бертиль и я делаю им похвальное и вполне очевидное усилие, чтобы найти тему для беседы. Нас воодушевляет сознание того, что матушка уезжает с вечерним поездом, но мы доверились старому расписанию и, усомнившись в нем лишь около пяти часов, слишком поздно позвонили в справочную Монфарнарского вокзала. Намеченный нами поезд отменен. Есть, правда, другой, около одиннадцати часов, пребывающий ночью, но на него все места забронированы для делегатов Национального Конгресса цветоводов. Если матушка и попадет на этот поезд, ей наверняка придется всю дорогу стоять. Но я непременно должна быть завтра утром у Дибона. Тут медлить нельзя. По крайней мере, трижды повторяет мадам Резо и делает вывод, который, видимо, вполне ее устраивает. Послушай, если бы ты мог на два дня освободиться, проще всего было бы, чтобы ты отвез меня туда. Переночуешь завтра в хвалебном, а в среду вернешься. Как отказаться? Я спрашиваю, как отказаться от приманки, если тобой вдруг овладело желание отведать ее. Решительно я не перестаю себе удивляться. И вот уже кусты самшиты с маленькими красными ягодами, широкий лук, прорезанный канавой, полный лягушек, флюгера, сидящими на них, как на вертеле, живыми воробьями, которые поджариваются на солнце, гладкая поверхность пруда, усеянного глазками водяных лилий. Вот уже все там кажется мне таким безобидным. Я с удовольствием погляжу на все это вновь мимоходом, разумеется, только мимоходом, и когда не будет рядом владелица этих мест. Жаль, что Жанель надо возвращаться на службу, а в Бертиль наши лицеисты продолжает матушка. Ну, они приедут в другой раз, но мы можем взять с собой Соломею. Я вас ненадолго покину. Пойду немного отдохну, спущу с кожи, но Бертиль смотрит на меня как-то необычно. Соломея тоже. Ребром правой руки она полирует себе ногти на левой. Блондина по слюнью в палец прижимает его к чулку в том месте, где спустилась петля. Наконец мы услышали наверху тяжелые шаги матери. Жанне встает и начинает расхаживать взад-вперед по комнате. Я тебя не узнаю, папа, говорит он. Твоя мать требует, диктует, а ты слушаешься. На кладбище мы выглядели смешно, а там на тебя будут смотреть как на диковинного зверя. Во всяком случае, мне не верится, что эта старуха желает тебе добра. Жанне прикрикнула вертиль, и будь я дома, когда она сюда явилась, продолжает Жанне, я мигом припроводил бы ее обратно в лодку. Тут поднялась ламии и так стремительно, что грудь ее под кофточкой дрогнула. Облизывая губы, она возмущается. Припроводил бы обратно, не спросив нас, да, по какому же это право? Ее довод попал в цель. Жанне корректирует стрельбу, ну, не один я, думаю, что к нам возвратился дьявол. Ей некому было больше вредить. Стало скучно, и она явилась сюда разыгрывать прощение всех обид. Да что тут говорить, достаточно посмотреть, в каких она теперь отношениях с дядей Машселем. Она просто сменила объект своих нападок. Ну, что касается дяди, то он сам этого добился, теперь пришла его очередь, сказал блондина. А я вовсе не прочь познакомиться с бабушкой. Разумеется, она не святая, но, что ни говорите, она первая пришла к нам, а не наоборот. Я бы скорее стыдилась этого, сказал Соломей. Кто должен был сделать первый шаг, мы или она? Во всяком случае, на похоронах было забавно, сказала Бен. А тебя не пугает, что на похоронах кого-либо из членов семьи может быть забавно? М? Неужели ты будешь забавляться на папиных похоронах? Тут они все испуганно уставились на меня, а мне стало тепло от этих взглядов. Но они для того, более Соломея выбрала в качестве примера не свою мать и меня, чтобы не вообразить самое для себя ужасное. Хотя прямо посреди мана у меня лопнула шина, которую мне пришлось менять с помощью Соломей, при случае она умеет помочь не хуже взрослой, в то время как матушка докучала нам своими советами, сожалея о старых надежных домкратах, заляпанных черной колесной мазью, сразу превращавшие хореные белые руки господина судьи в руки плебея, хотя вдова вышеназванного судьи хотела сделать кое-какие покупки, и потому просила меня ехать торговыми, а стало быть, самыми людными улицами Сегре, где мы встретили множество изумленных женщин, кивавших нам головой, и мужчин, которые приветствовали нас в два приема, то есть слегка приподнимали шляпу при виде матушки, а глядя на меня не очень любезно нахлобучивали ее на голову, хотя мы посидели мэтра Дибона надутого молчаливого, весь дом которого утопал в стеганых обивках и двери, стены, и кресла, и сам нотариус, отягощенный складками жира, и ухитрявшийся, кося с одним глазом на матушку, а другим на грудь целомей, разглядывать еще и меня, и одновременно почесывать себе колено, размышляя о неожиданных переменах, происходящих в семьях, хотя наш край, анжуйский бокаж, стал уже не так красив, живая изгородь, с местами раздавлена буддозерами, трава со всех сторон осаждает последний опив, а ангары, крытые рифленым железом, уродуют пейзаж, но зато всюду, от болота до болота, от проселочной долги до узкой тропки, затерявшейся между откосами, видны свидетельства торжества ферм над замками. Хотя, проезжая мимо изредка встречавшихся каменных ворот, свежевыкрашенных в белый цвет, за которыми виднелись расчищенная аллея, ряды сосен, вздымающие к небу свои два кубометра деловой древесины, а дальше большие черепичные крыши, фасады в стиле Людовика XVI без единой царапины, хотя, проезжая мимо всего этого, присутствовавшая на борту моего сухопутного корабля, владелица замка замечала, но ясно ведь, эти дегломоты во время войны торговали на черном рынке, или, ну ясно, замок гантронов купили американцы, хотя вышли из игры, хотя на подступах к хвалебному мы не встретили ни одной из знакомой мне фермерши, которая, как прежде, гнала бы на водопой корову, потряхивая пучком волос на затылке, условно, несмотря на ощущение, что я старею, охватывающую всякого, кто наталкивается на перемены, пытаясь вновь обрести себя среди того, что осталось от былого, наше путешествие прошло не совсем плохо. Барбелевьены в свое время держали пять бретонок, сказала матушка у последнего поворота, жобол, держат восемь нормандок и разводят табак. Ты увидишь, что не превратили Ригу в сушилку. Опять победа фермеров. Победа в жертву которой принесено все. Место стало неузнаваемым. Парк исчез, за исключением нескольких платанов. Их древесина ничего не стоит. Исчезли ограды вокруг участков. Вместо них стоят деревенские изгороди. Вбитый в землю кусок рельса чередуется тут с каштановым колом или расколовшимся цементным столбом кое-как обмотанным ржавой железной проволокой. Океан зелени со стравками навозных лепешек подступает к самым домам и на поверхности его едны лишь легкие извилины протоптанных тропок. Я поставил машину среди этой травы у каркаса большого строения где когда-то была оранжерея. В ней не осталось ни одного стекла лишь несколько осколков застряло в уголках рам обвитых пышно разрушенными сапобегами глицинии. Тут же валялись куски черепицы и туфа свидетельствовавшие о плачевном состоянии нашего дома. Стены покрылись трещинами а крыша подозрительно вздувшиеся от того, что стропила вероятно прогнили так же как и дранка поросла мхом лишайником. В сломанных ставнях не хватало половины планок а слуховые окошки наверху окремленные облупившимся кирпичом превратились в зияющие дыры куда прямиком влетали воробьи. Ну что я могу поделать? Сказала матушка подчеркнуто обращаясь к Соломеи твой дядя Марсель не дает на ремонт ни одного Су. Потом сложив руки рупором она закричала в сторону речки Оме Феликс Марта Маля И тут я заметил фермеров которые большими граблями сгребали листья для подстилки. Мужчина не двинулся с места только поднял руку. Женщина толстуха на которую была натянута блузка неторопливо направилась к нам. — Это Марта Ржье из Бертоньера, — объяснила матушка. — Хорошо съездили, мадам? Дать вам ключи, мадам? — крикнула Марта, подойдя на расстояние десяти метров. При всей ее осторожной сдержанности маленькие поросячьи глазки и выпеченные вперед губы фермерши говорили о жадном аппетите к новостям. — А ведь и вправду это, — мс. Жанн, — продолжала она. — Я была совсем крошкой, когда он отсюда уехал, а все-таки сразу его узнала. — На медне я говорила Феликсу. Едва лисенок завяжет его, и след простыл. А эта симпатичная барышня, кто же она есть? О, жаль, нет у меня времени. Пойдемте же, мадам, я отдам вам ваше добро. Фамильярность тона, некоторая небрежность формы обращения красновечиво свидетельствовали о перемене в отношениях между хлевом и салоном. Но здесь, вероятно, было и нечто другое. — Я всегда оставляю ключи марчи, когда уезжаю, — сказала мадам Ризо. — Подождите меня минуточку. Минута растянулась на четверть часа. Мне странно было вновь очутиться здесь, и еще более странно то, что окружающее не казалось мне чужим. Напротив, я словно бы вернулся домой. И вместе с тем меня коробило от одной мысли, что я связан с этими руинами, что я вышел из этого отжившего свой век, поглёгшего мирка, к которому, однако, меня непреодолимо влекли отроческие воспоминания. Воспоминания. Они как засахарившиеся варенья. Я медленно обошел правый флигель дома и попал во внутренний двор, где от прежних огромных цветников уцелел только один генериум с пышными метелками листьев, росшие среди усеянной птичьим пометом глинистой пустыни, по которой бродили куры разных пород. Издали я увидел тетушку Жобо с мешком на спине, которая вышла из своего дома и исчезла в доме напротив. Следом за ней шла матушка, бережно неся большую жестяную коробку в форме куба из тех, что предназначено уберегать от сырости, уложенное в десять слоев печенья. Я знал, что обе женщины сейчас будут отпирать двери. Дверь внизу, ведущую на лестницу, затем дверь на площадке, потом дверь в переднюю, и попадут, наконец, в святая святых спальню, мадам. Соломия, стуча зубами от холода, в изумлении смотрела на этот ряд полуразвалившихся строений, на эти башенки, вонзающиеся в серый туман, уже спускавшиеся на пастбище. «Как она тут живет?» — сочувственно сказала девушка. «Она разорена, у нее ничего не осталось. Это же сразу видно. Каблуки Марты Жобол уже стучали по лестнице. Лучше было ответить в полголоса. Если говорить о доходах, детка, то ты отчасти права, хотя кое-что твоей бабушке дает ферма, к тому же она получает половину пенсии твоего дедушки и еще небольшую ренту, но ведь ты сама видела мешок и коробку от печенья?» Опасаясь пожара, бабушка при каждой отлучке отдает их на сохранение фермершки. «Так вот представь себе, что там на несколько миллионов ценных бумаг и фамильных драгоценностей. А зачем, в сущности, делать вид, будто для меня это тайна?» Фермерша вышла. Потирая руки, я бросил. «Ну, все в порядке. Сокровища в целости и сохранности. Можно подниматься, мадам Марта?» Лицо тетушки Жобона миг замкнулось. «Что это рефлекс преданности и уважения к чужой тайне?» Потом ее маленькие глазки засветились дружелюбием, видно потому, что я назвал ее мадам Марта. Она засмеялась. «С ума с этим, сей Жанн! Представляете, вдруг все это сгорит у меня в доме? Меня просто дрожь берет, когда я думаю об этом. Двадцать раз я ей говорила, ведь существуют же банки. Но если положить в банк, отвечает она, то после моей смерти это будет поделено между всеми. А я хочу отдать тому, кому мне захочется. А потом, скажу вам правду, она перебирает их, свои бумаги ласкает, отрезает по одному купончику. Для нее это развлечение. Что ей еще остается, кроме разговоров со мной после воскресной мессы да по вечерам? Единственная приятельница, к которой она ходила в базарные дни в Сегре, мадам Ломбер, мадам Ломбер, воскликнул я, совершенно ошарашенный тем, что так поздно открыл столь простое объяснение. Да, она уехала. Месье Марсель больше не появляется. Он рассердился на мадам. Она спиливает деревья, продает мебель. Ну, а дети его, ну, что им здесь делать? Она секунду помолчала в нерешительности, потом стала выкладывать дальше. Однажды, ну, это было уже давненько, мадам залучила к себе на две недели розу его старшую дочь, бедняжка. Она умирала от скуки. Есть всякую дрянь, без конца выслушивает замечания, а ну, держись прямо. Надо говорить, да, бабушка, благодарю вас, бабушка. Через пять дней девчонка стащила у нее ассигнации и удрала. Я и сама не люблю, когда мои ребятишки болтаются возле замка. Иной раз ей и хочется, чтобы они пришли. Она ходит вокруг них, как наши мужчины вокруг какой-нибудь машины. До того охота заглянуть, что там внутри. Ну, это ей быстро надоедает. Она начинает брониться, кричит. Однажды поймала моего мальчишку и давай щипать его за руку, да еще с вывертом. Он ничего не скажу. Сорванец обозвал ее старой козой. Ну уж это мое дело надавать ему подзатыльников. Так вы тут сплетничаете, рождался вдруг громкий бас моей матушки, высунувшийся из окна. Это я разболтала, скрикнула Марта и добавила, «Феликс меня ждет, побегу-ка я». Но сама не сдвинулась с места и зашептала мне на ухо, «А все-таки никак она не привыкнет жить одна». Вот уж десять лет твердит, что поедет повидаться с вами. Все искала, подходящий повод. Выходит, правда, что мсье Марсель прибрал к рукам наследство? Я только наклонил голову и пожал плечами. Марта даже не улыбнулась. Уступать то, что принадлежит тебе по праву, в глазах крестьянки преступное легкомыслие. Но она промолвила назидательным тоном, «Что что-то плакивать, потерянное добро? Надо его своим потом добывать. Так будет вернее». И тут же, возвращаясь к практическим вопросам, добавила, «А поесть вы с собой привезли? В гостях мадам наедается досы-то. От нее же, кроме вареной картошки, ничего не дождешься. А средства, против, плох у вас есть?» Я снова только кивнул. Я знал этот дом. И решительно перешагнул через порог. Уже в дни моей молодости дом в Хвалебном сильно обветшал. Теперь же разрушения стали еще заметнее. «Дом превращается в лабиринт пещер», писала мадам Ломбер. «Ваша матушка пользуется только своей спальней». Во мраке передней, куда сквозь щели в поломанных ставнях, проникало достаточно света для того, чтобы можно было через нее пройти, мы ступали по выпавшим плиткам пола, по валявшемуся здесь какому-то тряпью, которое никто и никогда не убирал, по сухим листьям, должно быть занесенным ветром, поддувавшим под дверь. В комнате почти не осталось мебели. Отклеивавшиеся местами обои висели клочьями. Гравюры в рамках были так засижены мухами, что невозможно было понять, каков их сюжет. «Ох, ты чего же мрачно!» — прошептала Соломея, прижимаясь ко мне. Я толкнул ногой дверь в полутемную столовую, которая, как и гостиная, и вся анфилада комнат, окнами выходила на теплицу. Красивый камин, облицованный глазурованными плитками, разрисованными моим прапрадедом-художником, был невредим. Но в воздухе стоял какой-то непреодолимый запах. То ли сырости, то ли тление. Зелень деревьев, вытканных на обессонских коврах, висела клочьями, а роспись потолка — деревянная обшивка стен, стоявшая посреди комнаты огромный стол с гнутыми ножками, шкаф в стиле «Ренессанс», сервировочный столик в стиле «Ледовика XIV», настоящий, и напротив него второй, скопированный позже, после очередного раздела имущества, все было покрыто тонким беловатым слоем плесени. По прогибавшимся под ногами паркетинам я прошел через большую гостиную, потом через малую. Всюду не хватало мебели, всюду царила сырость, разрушавшая то, что еще уцелело. «Уж очень тут неприятно пахнет», — сказала Соломея, когда мы вошли в кабинет. «Ой, я не могу больше... Открою окна». «Ну, если сумеешь. Рамы заклиниваются. Закрыть их потом еще труднее», — сказала мадам Резо. Она спустилась по другой лестнице и ждала нас здесь, усевшись в углу на сундуке для дров, неподвижная, как сова в привычном для нее полумраке. «Кстати, начиная отсюда и дальше, в доме есть электричество. Я велел сделать проводку в пяти комнатах». Щелкнул выключатель и стал свет, скупой, тусклый. Лампочка в 15 ватт освещала комнату площадью в 30 квадратных метров, отчего она показалась еще более пустой. По стенам, как и прежде, тянулись стеллажи, но на них не было ни одной книги. «Мне пришлось продать библиотеку», — сказала мадам Резо. «Все равно ее ели черви и мыши. Да и к тому же теперь к чему мне книги? Из-за катаракты я стал очень плохо видеть. Я отведу вас в ваши комнаты». Поднимаясь по лестнице, я заметил, на площадке слева проем, заложенный кирпичом. Чтобы упростить дело, мадам Резо велела замуровать комнаты в этом конце дома. Она предложила мне спальню в стиле ампир, а Соломея — комнату епископа, в которой девушка сразу же распахнула ставни. У каждого из нас на кровати лежала пара тонких, как кисия сероватых простынь, и наволочка с той же сомнительной белизны. Результат полоскания в мутных водах речки Алмайя. «У меня здесь нет такого комфорта, как у вас сами знаете», — заметила хозяйка. «Воду, девочка, найдешь в кувшине, дрова в корзине. В семь часов я позвоню в колокол. Пожалуйста, не беспокойтесь ни о чем», — сказала Соломея. «Ужин я приготовлю». «О, это не дитя, а просто ангел!» — воскликнула мадам Резо. Она исчезла, словно ее всосал в себя бесконечный коридор, ведущий вдоль мансард в другие жилые комнаты, которые она себе оставила. Я прошел следом за ней метров десять, чтобы посмотреть, во что превратилась моя бывшая берлога, но нашел там лишь две кучки картофеля, пустившего длинные лиловые ростки. Рядом в бывшей резнице источали аромат разложенные там яблоки, ранит в перемешку с кальвирем. Но часовня в башенке была на замке. Я вернулся в комнату в стиле ампир, где Соломея при помощи газетной бумаги и щепок растапливала печь. «Почему, интересно, твоя матушка так держится за этот дом?» — спросила она. «В небольшой теплой квартирке в городе ей было бы в остерос лучше, чем в этом полуразвалившемся замке». «Твой дед ответил бы на это. Мы жили здесь при Людовике шестнадцатом». «Да вот, вроде бы, довольно зыбкий, но для некоторых он основательнее, чем капитальная стена. Половина здешнего кантона еще принадлежит людям этой породы». «Разгорается», — сказала Соломея, запихивая в печь последний номер курьера «Дель Вест». «Ну и хорошо. Это первый этап. А теперь прогоним мух». «Что?» — в ужасе воскликнула Соломея. Я обнял ее. «Ах ты, горожанка!» «Ну разве ты не знаешь, что осенью мухи улетают с полей, на зиму переселяются в плохо защищенные дома, где уютно зимуют, сидя за мебелью? Когда топят печи, они от тепла просыпаются. Так вот, второй этап. Ты заходишь в комнату, опрыскиваешь все дезинсекталем, потом выходишь и ждешь, чтобы яд хорошенько подействовал. После ужина — третий этап. Надо подмести пол, стараясь по возможности не давить мух ногами. Однажды, я сам видел, их собрали целое ведро. Но зато у гостя, по крайней мере, есть надежда выспаться. Сколько раз мы приготовляли таким вот способом комнаты для нежданных гостей, когда, бывало, зимой внезапно к нам заезжали протенотарий или баронесса. Полчаса спустя все уже шло по обычной программе. В натопленных комнатах среди адского жужжания бесчетного множества мух, я снова наполовину опорожнил флакон дезинсекталя. Не упустил из виду и паркет, по которому прыгали подозрительные черные точки. Потом сошел вниз помочь Соломею, пораженной отсутствием удобств, явлением вполне обычным для здешних хозяек. Но как можно жить без водопровода? Все грязное, ни одной чистой кастрюли. Достань-ка наш дорожный набор. Я принес. Мы наскоро вытерли стол и поели на уголке из алюминиевых тарелок в двух метрах от стенных шкафов, набитых фарфоровой посудой, столь же драгоценной, сколь и грязной. Уже темнело. Сначала матушка бродила вокруг нас со своим фонариком в руке, потом у нее начались затяжные приступы кашля. Она поднялась к себе и легла спать, не поужинав, только попросила Соломею зайти к ней и пожелать спокойной ночи. В восемь часов мы тоже поднялись в свои комнаты, вымели мух, перетряхнули матрацы, вытерли мебель, усеянную мухами дохлыми или еще вяло трепетавшими крылышками. Когда мы вошли к матушке, она лежала с открытым ртом и храпела при мерцающем свете ночника под строгим взглядом моего папы, который в судейской шапочке с медалями на мантии взирал с высоты своей рамы на закопченное логово, где почивала пережившая его супруга. Над ночным столиком я заметил распятие из черного дерева с отломанной рукой у Христа и чашу для святой воды, совершенно сухую, где поблескивала связка ключей. Мы тихо вышли. Соломея легла и очень быстро уснула. Через некоторое время услышав, что у матушки снова начались приступы кашля, я в пижаме направился к ней. — Это ты? — прошептала она. Я подошел, послав вперед кружок света своего карманного фонарика. — Пусть Соломея не беспокоится, — сказала она. — Это просто легкая эмфизема. — Но скажи мне... Она села в постели и как-то странно глядя на меня повторила. — Скажи мне, ты действительно женился на берти до семнадцатого декабря. Я сейчас нашла эту дату в одном старом письме. Мне ничего не оставалось ответить, когда. Она продолжала в полумраке, теребя пряди своих волос. Это любопытно. И никогда не сопоставляла даты. Я думала, что прошло два года, но ведь несчастный случай произошел. За одиннадцать месяцев до твоей свадьбы ты очень скоро женился. Вторично. — У меня был ведь Жанне, — ответил я, — быть может, излишне рассудительно. И ушел к себе, думая по делам мне. Не надо было приезжать. Я закутался во влажные простыни. Но все равно не смог ни заснуть, ни помешать нескольким, особенно живучим ухам, на лету боровшимся со смертью, в конце концов, упасть среди ночи прямо мне на физиономию. Мы смешны. Вот что больше всего меня пугает в нашей семье. Представить себе только во второй половине двадцатого века, что ты происходишь от этой смеси мелких дворянчиков, ультрамонтанов, священнослужителей в цветных сутанах, от этих пузатых толстяков, живущих за дверьми с золоченными табличками и ценимых в зависимости от того, во сколько оцениваются их имущества. Что ты, родной внук депутата-консерватора, сведения о котором во время выборов газеты давали в столь лестном для него сокращении Фердинанд Ризо, Конн, 37489, голосов, избран. Словом, что ты последуешь родившийся среди каких-то обломков девятнадцатого века, вклинившихся в двадцатые, это удручает. Конн, сокращение от слова консерватора, по-французски означает дурак-болван. Отсюда и мое бегство, и мои колебания. Даже спустя столько лет стоит ли возвращаться в родные места. Впрочем, мне нечего было тревожиться, все они умерли и лежат в земле, и сами они, и их слуги. Склеп графов Соледо в жалком состоянии. Заброшены склепы и четырех других семейств, которые владели всеми землями этого прихода. Жани, Симон, Читар, Жье, садовник и полевой сторож Перо, все они покоятся в одной ограде. Их могилы давно заброшены и усыпаны бусинками с зажавленных венков. Мне приятно, что неподалеку от претенциозного надгробия мэтра Сан-Жермена еще свежая могила Мадлен, вся сплошь в хризантемах. Мне приятно, что могила моего отца, который сначала был похоронен в Сегре, в нашем склепе уже не оставалось места, а потом перевезен Марселем Соляду, являя к взору лишь мраморную плиту, да и то из искусственного мрамора с лаконичной надписью «Семья» Резо. На могиле ни единого цветочка. Прежде чем уйти, я наклоняюсь за круглым камушком и кладу его над словом «Семья». «Только твердо и устоит твердо», говорили крестьяне, обтесывая гранитные плиты для своих могил. «Если вы где-то существуете, папа, то взгляните. Сюда приходил один из ваших сыновей». Я спускаюсь по дороге, ведущей к плотине. Заслышав мои шаги, две или две головы на мгновение высовываются из-за живой изгороди. Потом щелчок хлыста рассекающего утреней воздух и обычное ругательство. Значит, чья-то упряжка снова тронулась с места. Кое-где трахтят тракторы, но свои крохотные поля крестьяне пашут еще на лошадях, оставляющих вдоль борозды кучи горячего дымящегося навоза. Облака спустились низко, они плывут, они движутся от сыгря к верну, и в ту же сторону клонятся трепещущие тополя, неуклюже подрезанные садовым ножом. С их верхних ветвей свисают ростки анелы, недосягаемые рождественские подарки, которые достаются одним дрожждам, лакомящимся липкими белыми ягодами. И вдруг созвонил колокол. колокол, я слышал много колоколов, но звук этого я узнаю среди тысячи. Я забыл, что в прежнее время распорядок дня был более торопливым и соблюдался строже. Мы от этого отвыкли, и думал, что успею прогуляться до того, как проснутся мои дамы. Но мадам Резон, хотя делать ей нечего, продолжает по старой привычке жить по солнцу. Она садится за стол в половине седьмого утра, потом в половине двенадцатого, потом в половине седьмого вечера. Сбежав с откоса, я иду прямиком по широкому лугу. Нормандские коровы, опустив головы и время от времени облизывая языком ноздри, жуют густую для этого времени года сочную траву без примеси муха или осоки. Они бредут по пастбищу, покачивая розовым выменем и медленно переступая шерстистыми ногами, на которых не увидишь ни единого комочка навоза. Хороший хозяин этот жабол, только уж очень мало у него земли. Он давно заметил меня, но крепко держится за ручки своего красного мотокультиватора и продолжает окучивать в огороде капусту. Вот что важно, и я уверен в этом так же, как и он. Сила перешла от домовладельца к арендатору. Земля, подобно женщине, принадлежит не тому, кто считает ее своею, а тому, кто ее овладевает. Колокол звонит во второй раз, теперь уже более продолжительно. Я вхожу в кухню, где пахнет пригорелым молоком. Соломея повисла на веревке колокола и заливается смехом. Ну, звони, звони, говорит матушка, вертя ручку кофейной мельницы. Все вследы будут ломать голову, кто же это ко мне приехал. Всклокоченная в стоптанных шлепанцах на бусу ногу, в старом заплатанном халате, она ликует, она словно расцвела в этом грязном Депье и лучится всеми своими морщинами. Ее неравнодушие к Соломее становится все более явным. Впервые спрашиваю себя, уж не хотелось ли ей иметь дочь. Ты, вероятно, был на кладбище, говорит матушка, а мы ходили к Марте за молоком. Она смеется, глядя на свою внучку. На обратном пути, сказала Соломея, я опрокинула кувшин, и мы снова пошли за молоком. Она смеется, глядя на бабушку, которая убежала, пока мы тут рассматривали старые фотографии тридцатилетней давности. Обе они смеются, словно подключенные друг к другу. Мадам Резо, видимо, не столь уж безболезненно, преодолевая свою скупость, весело заканчивает. Марта только что сняла сливки, молока у нее больше нет. Но ее мальчишка сведет Соломею в Бертоньяр. А в колокол я позвонила, чтобы узнать, какие у тебя планы. Я же сказал, послезавтра, кому уедем. Мне надо быть в Париже самое позднее, в два часа. Тогда иди быстрее, моя кошечка. В устах мадам Резо такие нежности. Она и сама от удивления облизывает зубы кончиком языка. Заботливость так и рвется из нее наружу, и она кричит вдогонку Соломеи, уже направившейся к ферме. Раз ты все равно туда идешь, скажи, Марти, пусть приготовит корзину яблок. Во что однако обойдутся мне эти яблоки, потому как она смотрит вслед Соломеи по ее улыбке, постепенно тонущей в серьезности лица, я уже догадался, что матушка все поняла. Она снова взялась за ручку своей старой кофейной мельницы и, заглушая шум, кричит, прости, что я возвращаюсь к этому, но имею же я право знать, мне не хватало и одной даты, даты рождения Соломея. Она мне сейчас сказала ее. Несчастный случай произошел в январе. Девочка рождается в мае. Ты женишься на ее матери в декабре. От кого же Соломея? Несчастный случай и как реальность, и как воспоминание переживается всего за несколько секунд, но эти несколько секунд странным образом растянуты. Они протекают в каком-то другом времени, не в том, которое показывают наши часы. Габриэль, брат Батисты, передал мне руль просто так, чтобы доставить мне удовольствие. С бензином пока еще трудно, поэтому после войны мне редко приходилось водить машину. Грузовик, идущий впереди мчит по дороге на Малерб со скоростью около ста километров в час между двумя рядами деревьев и кустарника от мороза, превратившегося в щетки. Габриэль сидит справа от меня, и место его суждено сейчас снова оправдать свою репутацию вместо смертника. За спиной Габриэля моя жена Моника, позади меня его жена Бертиль, беременная на шестом месяце. Жене спит, зажатой между двумя кузинами, и вдруг машина теряет управление и начинает скользить. «Не тормози!» кричит Габриэль, но слишком поздно. Вода из лопнувшей трубы деревенского водопровода покрыла дорогу ледяной скатертью. Машина метнулась к обочине, наискосок врезалась в плотан ни единого крика. А сам удар словно бы расслоился. С правой стороны захрустело, разламываясь листовое железо. Одновременно хлынул дождь плексигласа, и, визжа на одной пронзительной ноте, в воздуху сметнулся какой-то металлический предмет, уже потом метрах вражник с крыши машины. Вот и все. Я стал вдовцом. Берсиль дружа вдовела. Здоровой рукой она обнимает Жанне, которого спасла, закрыв своим телом. Она в ужасе повторяет «Мы одни». Я слышу ее голос. Вижу ее отражение в зеркальце, вижу перед собой уходящую вдаль траурную ленту гудрона. Моя грудная клетка в нескольких местах продавлена. Я не могу говорить, я едва дышу, чтобы нас извлечь, чтобы увезти нас в тот леденящий холод, который так долго будет окружать меня. Пришлось разворотить крышу машины. Вслед за скорой помощью пришел автофургон и в него, потому что я затормозил, вероятно, потому что я затормозил, задвинули покрытые пледом две пары носилок. И произошел какой-то немыслимый обмен. Обмен партнерами между мертвыми и живыми. Ни я, ни Бертиль не могли оставаться в одиночестве. Был шестилетний ребенок, был другой еще не родившийся. И то, чего лишился каждый из нас, было ему возвращено другим. Так от кого же Соломея? От судьбы. Все это только кое-как объяснила этой старой даме. И она вот уже минут десять сокрушенно качает головой. Насколько упорно она стремилась узнать, настолько спокойно по видимости приняла она это открытие. Преемственность по женской линии. В нашей семье это не ново. Теперь матушка посвящена важную тайну, но это ставит ее на равную ногу с Бердиль. Что до Соломеи, то тут нет никакого сомнения. В глазах матушки она ничего не потеряла напротив. Мадам Ризо с тем большей радостью могла теперь называть ее своей внучкой. Ты хорошо поступил, повторяет матушка, только вот никак не пойму, зачем надо было так тщательно скрывать это от меня. Впервые матушка одобряет мой поступок, но боюсь, что она меня неверно поняла, что она думает, и однюдь не считал себя обязанным жениться на Бердиле. Я не исполнял тут никакого долга, просто каждый из нас нашел прибежище в другом. Девочка знает, спрашивает матушка, поглядев наконец мне прямо в лицо. По неволе. Она одна носит фамилию Фориум. Хоть и поздно, но это тоже впервые матушку без видимой задней мысли занимает что-то для меня важное, и она шепчет. Я хотел спросить, знает ли она, как погиб я отец. Да, без подробностей. Неопределенное движение рукой, сопровождающее мой ответ, достаточно многозначительно. Подробности это моя ответственность за несчастный случай, впрочем, спорная. Не могу сказать к добру или к ходу, но Соломеев ни о чем не догадывается. Она не думает об этом. Нам не хотелось отравлять ей жизнь и отвращать от того, кто воспитал ее как родную дочь, с тем большей охотой, что кроме Батиста никого из Фурю не осталось, так же, как у Жанне не осталось никого из Арбенов. Через несколько минут Соломея придет сюда. Она будет суетиться с мягкой непререкаемостью, которая подчиняет ей всякому, и матушка любуюсь ей забудет о своем стынущем шоколаде. Я всегда знал ее ненасытную жадность к деньгам, к власти, к почестям, но совсем иную жадность выражает трепет ее лиловых губ и этот вожделенный взгляд, брошенный на быстрые молодые колени, на нежный изгиб юного плеча. «Когда настанет время отъезда, матушка, взяв с соломей слово вернуться, наденет ей на руку тоненький девичий браслет. Потом она, как бы не взначай, обратится ко мне с таким наивным в своей прозрачной хитрости предложением. «Кстати, если хочешь, я сдала бы тебе флигель. Его надо привести в порядок, и вы могли бы приезжать сюда на каникулы. О, как приятно наконец вернуться домой после двухнедельной экскурсии в прошлое. К своим недостаткам привыкаешь, труднее свыкнуться со своими противоречиями, со своей тоской по былому. Я, между прочим, убежден в том, что есть три категории людей. Сущность одних исчерпывается тем, что они имеют. Сущность других тем, кто они есть, и сущность третьих тем, что они делают. Ничего не имея, будучи никем, я выражаю свою сущность этим последним глаголом и глядя вокруг на энтузиастов, новаторов или догматиков трезвым взглядом ремесленника. Я никогда не ищу в белизне бумаги или простынь ничего иного, кроме прибавления работы или прибавления семейства. Одно влечет за собой другое, хотя порой надо все начинать заново, а порой постигают неудачи. Я хочу заткнуть дыру, хочу отрицать, что мне чего-то не хватает, хочу приблизиться к норме, но все это возможно лишь при решительном отказе от того, что меня породило. я боялся за свою целостность. Именно в этом по возвращении домой я в первую очередь признался Бертиль. Не вижу оснований, сказала она, поправляя мне галстук. Ты ведь давно уже не тот, каким себя воображаешь. Я застал ее, как всегда, за работой. Она постукивала на Ундервуде у меня в кабинете горения азарт, присущий людям. В 20 лет Бертиль несвойственной в жизни для нее всего важнее семейное согласие и комфорт. Спокойное, почти притупившееся чувство удовлетворения, которое, кажется, приходит само собой, но на самом деле требует от нее постоянной заботы. Бертиль фея машин, стиральной, гладильной, швейной, вязальной. Она богиня миксеров, мельниц, взбивалок, мешалок, а также пишущей машинки и фотоувеличителя. Она знает все о кнопках, о перезарядке, о сроках действия, о том, когда и куда надо закапывать масло. Всегда причесанная, холеная, она одновременно хозяйка, костелянша, кухарка, воспитательница, машинистка, секретарь, делопроизводитель и счетовод, и все это на дому, стало быть, не тратясь на дорогу и не теряя лишнего времени, но зато и не получая никакого жалования. К счастью, она умеет заставить мужа, сыновей и дочерей помогать по хозяйству. Они приучены вносить почти безропотно свою лепту в дела семьи. Оправившись после несчастья, Бертиль быстро наладила домашний быт, вновь обрела душевное равновесие, а мне оставалось лишь приспособиться к ней. У нее хорошее здоровье, легкий нрав, она милая, иногда и серьезная, не лишена чувства юмора. Добавим, что выглядит она, моложава, умудрилась в свои годы не прибавить ни грамма веса, у нее нет ни одного седого волоса, а груди еще такие крепкие, что колют ладони. Она очень хороша в постели, но шепчет, как хорошо, когда ждешь от нее, я тебя люблю. Она торжествующая обыденно, как вода из крана, забывающая о том, чем она обязана чуду родников. Я ценю Бертиль. Враждебность матери, гибель Моники дважды лишали меня самых больших привязанностей, и если не считать отцовских чувств, я довольствуюсь теперь компромиссами. Я тоже стал обыденным, как электрический ток, которому подключают лампу на потолке. И в жизни, и в мечтах главное для меня что-то производить на свет, либо детей, либо литературные персонажи, невзирая на риск, с которым это связано в наше время, когда первые вступают в споры, а вторые вызывают споры, так что и те, и другие могут одурачить меня в третий раз. Но что поделать? Наши порождения предназначены не для нас. Чтобы оправдать свое существование, мне достаточно приносить плоды. Жизнь вошла в привычную колею. Прошла неделя, а из хвалебного не было никаких известий. Впрочем, мы и сами ничего не сообщали туда. Но в доме как будто действовал чей-то дурной глаз. Жене уже на последнем месяце службы понизили в звании и посадили на губу из-за того, что он повздорился своим капитаном. У блондины был жар, она томилась в постели с жестоким гриппом, осложненным воспалением лобных пазух, да еще таким стойким, что пришлось ввести ей в нос трубочки. Ветер переменился, стояли сухие морозы, и, пытаясь сломать лед маленького бассейна, чтобы вытащить из него золотых рыбок, Бен умудрился вывихнуть себе ногу. Только Соломея была здорова, она вовсю помогала матери, ухаживая за братом и сестрой, по крайней мере, когда бывала дома. Но дома она оставалась вся реже и реже. Ее дружок Гонзаго беспрестанно появлялся у калитки со своим триумфом. Чаще всего он не заходил в дом, а просто давал о себе знать прерывистым гудком. Иногда даже свистел. Я ничего не имел против этого парня. Сын одного из лучших врачей нашей округи и сам студент-медик. Он очень хорош с собой, модно одет, пожалуй, даже слишком модно. У него, по-видимому, много денег, пожалуй, слишком много. В его несколько развязной манере держаться, в его равнодушии к родителям любимой девушке нет ничего особенного, ничего исключительного для нашего времени. Я не мог бы точно определить, почему же он все-таки мне не по душе. Но прелесть Соломеи, все более сочная, пышная, окутанная смятым шелком и ароматом духов, уже становилась прелестью женщины. Ее скрипка изменила звучание, стала исполнять другие мелодии. Очень редко бывая дома, Соломея либо говорила что-то односложное, либо совсем не объясняла нам, куда она я незаметно смотрел в окно. Вот она убегает, вот возвращается быстро, перебирая ногами, стянутыми узкой юбкой, и в конечном счете больше всего отревожился за нее. Окруженная словно поясом пятью с половиной малышами, круглая как шар мадам Сотраль младшая, величественно шествует, загромождая собой почти весь тротуар. Она вынуждает постраниться мадам Шокс. Говорят в постели мадам Шокс не хуже, чем за столом. Сейчас она тащит то, что предпочла округлить, сумку с провизией. Поскольку все на набережной знакомы, дамы здороваются, оглядывая друг друга на уровне пупа, потом расходятся довольные собой своими животиками, одна тем, что из него выходит, другая тем, что в него закладывают. А я совершаю ежедневную утреннюю прогулку по набережной от моста до железного мостика, три раза туда и обратно, чтобы сохранить фигуру. Я не мог бы сегодня рассудить, чьи достоинства выше. Бывают дни, когда думаешь, почему мир устроен таким образом, почему мадам Шокс настолько глупа, что завидует добродетелям мадам Сатраль. Бывают дни, когда собственной семьи тебе хватает выше головы. Бывают дни, когда ты сознаешь, что привязанность подобна наркотику. Она держит тебя в плену, она тебе дорого обходится, она никогда не удовлетворяет тебя вполне, и все-таки, когда она исчезает, ты начинаешь мучиться. Я, только что, соблюдая этикет, спустился к завтраку. У Бена нет. Прихрамывая, он уже поковылял в школу. Соломей тоже нет. Она вдруг решила записаться на курсы медицинских сестер. Не для того ли, чтобы в будущем помогать Гонзагу? Бертиль пылесосит спальню. Застаю одну блондину столбочками в носу, отчего она похожа на моржа и пищит, как утенок. И тут мне бросается в глаза эта вещица. Она лежит на полу возле стола соломеи. Это прозрачная целлофановая пластинка с наклеенной сверху фольгой. В пластинке двадцать одно углубление. В каждом лежит розовая пилюля и на каждой пилюле указан один из дней недели. Неужели изменился их цвет? Насколько я помню, Бертиль употребляла голубые пилюли. И ни это, ни другое противозачаточное средство не валялось у нее где попало. Я протянул руку, пробормотав себе под нос, смотри-ка, она забыла. Вряд ли, прогнусловила блондина. Я видела, как с вами только что проглотила одну такую пилюлю, вероятно, они выпали у нее из сумочки. Ах, вот оно что. Я не взглянул на блондину и вышел, хлопнув дверью. Хорошо же вы выглядите, если неожиданно младшая дочь приводит вам доказательства того, что старшая завела любовник, и да еще делает это покровительственным тоном просвещенной девственницы, считающей вполне нормальным, что сестра ее пользуется подобными средствами. Правда, я и сам подозревал это, я же не слепой и не пуританин, но в самом деле то, что в молодости было хорошо для меня смотреть, Лен, Эмма и Поль и другими женщинами не потеряло своей прелести для тех, кто молод сегодня. Прямоходящее животное испокон веков только о том и мечтает, как бы прилечь. С течением времени количество опрокинутых на спину девиц, я полагаю, не меняется, однако я не слыхал, чтобы земля от этого вертилась медленнее или быстрее, и все-таки этот новый стиль меня коробит. Вот, кстати, подходящий сюжет, который даст мне возможность проверить, начисто ли отказываются от прошлого перебежчики вроде меня, сторонники обновления, последствия которого они переносят плохо, хотя и продолжают экспериментировать живьем, сдирая с себя кожу. Оставим даже в стороне эти медикаменты, которые не следует продавать несовершеннолетним без согласия их родителей и которые, если их проглотить, спасают от пагубных последствий страсти, подобно тому, как аспирин спасают от головной боли. Разве это естественно? Разве это не опошление того, что естественно? Люди нашего поколения считались с неудобствами и риском сопряженным с любовью. Разумеется, мы уже свели любовь с пьедестала святости, и для нас она уже перестала быть священной и осталась только чудесной. Но если все прочее было лишь декорацией, мне все же трудно примириться с торжеством физиологии. Почта у тебя на письменном столе кричит в окно Бертиль. Ноги сами привели меня к калитке. Скрип песка под каблуками вторит шум у меня в голове. Отчего я испытываю чувство досады? Я недолюбливаю Гонзагу, это правда. Хотя у меня нет к тому основания, это тоже правда. Я вспоминаю слова Арно Макслона, которому не слишком повезло с дочерью и которому только и остается в штат шучиваться подумаешь. Теперь считается куда хуже, если тебя проколят шину, чем если проколят твою собственную дочь. А вы скажешь опасения, скажут, что опасаться надо тебя, мол, в каждом из нас сидит Эдип. Сам же еще и окажешься свиньей. Я уже на крыльце, я уже в дверях, была ли Соломей девственной, как Бертиль, какой ее знал Габриэль, а не я. Если все хорошенько взвесить, не так уж это и скандально, по крайней мере это доказывает, что берийская прививка удалась и привитое растение преобразилось. Отцу, каков бы он ни был, его роль, его возраст запрещают быть мужчиной по отношению к дочери, но ничего не поделаешь, вопреки языковым законам, слово дочь для отца не всегда совпадает со словом девушка, особенно в некоторых случаях, ну, как мутные источники нашего возмущения в некоторых случаях. Помилуй нас, святой Зигмунд. Ты почему смеешься? Спрашивает Бертиль, подходя ко мне на лестнице с письмом в руке. Объясните, это кажется мне слишком сложным, я подумал, что было бы, если бы Соломея в нынешней ситуации была дочерью моего отца в хвалебном, о, ярость, отчаяние, пощечины, проклятие, негодующий перст, указывающий на дверь, вон, из дома, с позором, без денег, без узелка, с пожитками. Ну и подвезло же нашему поколению воспитанному во времена запретов. Мы были последовавшими общества, где еще царила строгость и в то же время первыми, кто вынужден разрешать, не в этом ли причина наших колебаний, недомолвок, но, заменив девичью честь гигиеной, не поторопились ли мы и не зашли ли слишком далеко в нашей снисходительности. «Есть открытка от Жанне», сказал Эбертиль. «Его освобождают двадцать первого и письмо от твоей матери. Прочти, у нее неожиданное предложение. Я беру письмо и читаю его тут же, сидя на ступеньках лестницы, ведущей на бывший чердак, разделенный на четыре спальни для детей». От нынешних событий перейдем к прошлому. «Оно тоже осаждает меня через Бертиль, которая, я это чувствую, к предложению матушки отнесется благосклонно». «Как я и предвидела, дочка, Марсель ищет покупателя на хвалебное». «Вы знаете, что еще при моем муже все имение было продано за пожизненную ренту Гияром де Кервадек, которые дали его в преданное за Соланж. Я имею право пользоваться только замком и прилегающей к нему маленькой фермой. Значит, очень легко ликвидировать темники и Бертиль отличные фермы, срок аренды которых, к тому же, почти истек. Труднее не избавиться даже по дешевке от хвалебного. Дом в плохом состоянии, в нем живу я, да еще родственники поднимут крик, если узнают, что я его продаю. Мне уже осторожно предлагали за умеренную цену откупить право на владение, но зачем это делать мне? Почему бы не вашему мужу? Подумайте. У меня есть кое-какие соображения, как легче осуществить эту сделку. Я буду в Париже 23 декабря из-за опции имущества. Дешевый конверт из пачки в 25 штук, купленный в магазине стандартных цен в Сыгре. Бумага с грифом, зачеркнутым моего отца. Мадам Ризо, видимо, пишет нечасто, раз она до сих пор еще не израсходовала запас. Гертиль садится возле меня на ступеньку и, вопреки своему обыкновению, не противится тому, что я запускаю пальцы в ее волосы. Тебя шокировали пилюли соломей, шепчет она, меня тоже. Но она вольно распоряжаться с собой. По нашему уговору она обязана была все нам сказать, однако главное сейчас не восстановить ее против нас. Я не знаю, стоит ли из-за этого созывать семейный совет. Ее голова в конце концов склонилась ко мне на плечо, из ее полуоткрытого влажного рта исходит свежий аромат зубной пасты, обволакивающий ее вопрос, «А что мне ответить твоей матери?» Последние слова она проговорила прямо мне в губы. Под передником у нее только гюстгальтер. Она немного ворчит, пока длится поцелуй, кося с глазом в сторону, потому что блондина где-то поблизости. Все, что когда-либо совершалось в хвалебном, совершалось по воле суверена, а те, кого это касалось, никогда не имели права голоса. Отличный случай. Я отпускаю Бертиль. Объясни ей, что такое наш совет и попробуй созвать его. Скажи, что мы обсудим ее предложение, заодно можно будет задать вполне доброжелательный вопрос Соломеи. Одно из самых тяжелых воспоминаний моего детства — это тот день, когда мс. Резо, восседая в самом центре большого стола с гнутыми ножками, от имени мадам Резо предписал нам закон, непререкаемый, деспотичный, требовавший, чтобы мы в безмолвном страхе и даже с благочестивой признательностью целиком подчинялись родительской власти. С десяти до пятнадцати лет вспоминая эту сцену, я в ярости мечтал о республике мальчишек, удалившихся на Овентинский холм, чтобы на равных правах договориться с Римом взрослых. Когда сам я оказался в этом стане, разумеется, не по своей воле, ведь только веление возраста остается неоспоримым, мне всегда плетело распоряжаться юными существами. Даже если они еще не способны сознательно отличать плохое от хорошего, у них есть инстинкт, связанный с чувством физической самостоятельности. Кто дышит воздухом, какой он сам для себя избрал, быстро задыхается в чужой атмосфере. Вот почему в нашей семье учрежден совет. Наивно? Не думаю. Того, что наша повседневная жизнь обсуждается всеми домашними без учета разницы в возрасте еще недостаточно. Из уст взрослого слова падают в уши ребенка тяжелым грузом, и уже сама по себе эта сила тяжести губит их отношения. Надо еще время от времени в важных случаях, выбирая подходящий для этого день, создавать декорум, торжественную обстановку, когда каждому предоставляется возможность воспользоваться своим правом голоса, поупражняться в гражданственности, то есть в дебатах, за которыми следует и подчинение воле большинства. У нас в доме не предпринимается ничего существенного, будь то, к примеру, покупка мебели или выбор места, где проводить каникулы, без того, чтобы не было выслушано мнение каждого. Финансовые вопросы тоже обсуждаются сообща. Трудно себе представить, насколько менее требовательными становятся дети, если они вместе с вами утверждают бюджет. Что касается выбора наказания, то и это полезно обсуждать, если это возможно, хорошо, когда наказуемый соглашается с выбором. Жанне однажды сам голосовал за то, чтобы ему запретили в течение двух недель выходить из дому. У него в табеле были очень плохие отметки, в то время как я требовал всего лишь недели. Правда, тогда ему как раз минуло двенадцать. На протяжении пяти лет у него был совещательный голос, а тут впервые он получил решающий. И вот Бертиль сидит в центре стола между Абеном и Жанне на мальчиках красивой куртки с белой полоской. Я сижу напротив между блондиной и Соломеей, моей рыженькой и моей черненькой. Одна в светло-зеленом трикотажном платье, другая в брючках и блузке из черного атласа. Общая у них только косметика. У бабушки Дару Гриб, ее постоянное место на конце стало свободно, но мадам Ризо здесь, она явилась, прихотела производить опись имущества и позвонила от Мелани, чтобы я за ней заехал. Она, не улыбаясь, с любопытством наблюдает за нами, как исследовательница нравов незнакомого племени. «И правда это ваша система дает лучшие результаты, чем родительский приказ?» спросила она с Одессов. «Ну а если вы, родители, оказались в меньшинстве, решение остается в силе?» Но ее тут же передернуло, когда, раскрыв семейную книгу и отметив присутствующих, блондина секретарь заседания начала читать «Прежде всего вполне доброжелательный вопрос, признавая, что 18-летняя девушка сама вправе решать, как ей следует поступать, мать спрашивает Соломею, которая доверилась Гонзагу, почему она не поставила об этом в известность родителей». Лицо у мадам Резо было напряженное и вместе с тем снисходительное, когда Соломея встала и смущенная гораздо меньше бабушки спокойно ответила «Я думала, что дала вам это понятие в достаточной степени, но вдаваться в подробности не хотела». «Но молчание не самое слабым голосом проговорила мадам Резо, она не закончила. Братья и сестры открыли настоящий заградительный огонь. Любовь, заявила блондина, это не болезнь, объявлять о которой обязательно». «Ничего не понимаю», удивился Жанне. На этот раз он был в одном лагере с Соломеей. «Вы же не интересуетесь именами моих подружек. Вы даже предпочитаете не знать их, почему к девушке одно отношение, а к парню другое». «А подумали ли вы вот о чем? Ведь то, что может привести к увеличению семьи в какой-то мере касается нас всех», парировала Бертиль. Наступила короткая пауза, и тут Жанне выпалил. «Ну, в таком случае, если ты захочешь сделать нам еще одного братца, предупреди заказным письмом. А вдруг мы не согласимся?» Воспользовавшись произведенным эффектом, он тут же добавил, «Как видишь, это лишено смысла». Матушка сидела неподвижно. Она была где-то далеко-далеко, унеслась бог весть в какую эпоху. Приложив руку к уху, она сделала вид, что не расслышала. Она знала, что у китайцев, например, тоже происходят невероятные вещи. В этом году мандарины свергли с престола Чу за то, что он осудил двадцать их приверженцев. Осудил справедливо, но осужденных посадили наколы из дерева, а не из слоновой кости. Случайно я встретился взглядом с Бертиль, движением век говоривший мне «да». «Да, не будем настаивать. Мы принадлежим к переходному поколению, которое считает себя освободившимся от табу. И однако же мы не можем подобно некоторым молодым людям принять любовь, прежде именовавшуюся блудом, за естественное проявление простодушной непосредственности и свободы. «А ты, папа, что об этом думаешь?» спросила блондина. «Ну, я думаю, что Соломея просто хотела пощадить нас», мягко ответил я. «Но тех, кто вас любит, щадить нельзя». Им сразу же начинает казаться, что их отстранили. «Противный», воскликнула Соломея со слезами на глазах. «Ну, ладно», сказала Бертиль, «перейдем к предложению вашей бабушки. Следует ли нам откупать хвалебное?» Вдруг матушка выпрямилась. Она стала совсем другой, сказала мне по телефону Поли. И это подтверждалось все больше и больше. Несмотря на свои застарелые предрассудки, она наглядеться не могла на юную грешницу. Привыкшая говорить намеками, нашла на открытый разговор, в ходе которого мальчишка мог сказать ей в лицо все, что он о ней думает. Жанне уже повел прямую атаку. «Прежде всего, надо выяснить, что означает откуп», заявил он. «Мы разбуржуазившиеся резом, и мы вовсе не желаем возвращаться в эту касту, согласны». Возражение не последовало. Матушка теребила двойную нитку жамчуга у себя на шее с тем двусмысленным выражением лица, которое было трудно разгадать. «Не забывайте», продолжал противоречит природе. «Это становится ступ, не вытерпела Бен. Мы это знаем наизусть. Какие благородные у тебя чувства, Жанне?» Язвительно заметила мадам Резо. «Твой отец, разумеется, не богач, но ведь он и не нищий. Одно время ему приходилось стуга, но если ты ел сухие корки, то лишь от сдобных булок. Кстати, эта груда камней не стоит и половины того, что нужно уплатить за виллу на берегу моря». «Простите нас, матушка», сказал Абертиль, «мы говорим здесь все на чистоту. Я тоже прямо поставлю два вопроса. Хотим ли мы откупить это имение? Есть ли у нас для этого средства? И имеем ли мы на это право, добавил я. То есть как это право, удивилась матушка? Пришлось напомнить ее же собственное трюкачество. Прошу прощения, но нас было и остается трое братьев. Наследство получил один, который продает имение. Это можно считать своего рода возмещением, и в таком случае Фреду тоже должно быть предоставлено слово». «Понятно, в кого пошел Жанне», заметила матушка, «но в известном смысле твоя позиция логична». «Фред даст тебе благословение, вернее, он тебе его продаст». «Мы еще не расплатились за дом в Горне», сказала Соломея. «Можем ли мы взваливать на себя еще один дом?» Толчками передвинув свой стул, бабушка оказалась рядом с внучкой. «Ты носишь мой браслет, это мило с твоей стороны», сказала она. «Я тебе скажу сейчас кое-что по секрету. Как заплатить, очень просто, я могу заранее выдать твоему отцу часть причитающего своему наследство, ему придется платить мне только проценты, а основная сумма автоматически погасится после моей смерти. В конце концов, для меня это будет обыкновенное помещение капитала». «Не стоит говорить о процентах и даже о содержании дома», сказал Жанне, «но там ведь нет ни воды, ни канализации, ни отопления. мы сможем жить в этом доме только после перестройки, хотя бы частичной, а такой расход нам не по карману». «Возражение серьезное», сказала мадам Ризо, «я уже подумал, а эту сумму вы у меня тоже займете». Щедрость в сочетании с коварством, матушку всегда страшила перспектива сокращения ее доходов. Она не усовершенствовала, даже не ремонтировала хвалебное, лишь бы не тратить на это капитала. Ссудив мне некую сумму, она будет жить в перестроенном доме и не потеряет при этом ни единого сумму из своей ренты. О, какая мешанина у нее в голове. Во что бы то ни стало, ей нужно спасти главную резиденцию семьи Ризо. Марсель-то ведь от нее отказывается, с Фредом считаться нечего, так что последняя возможность это я. Надо любой ценой устранить постороннего покупателя, который, став хозяином, не потерпит ни порубки леса, ни сделок с антикварами, быть может, ей нужно зачеркнуть прошлое, освободиться от тяготевшей над ней легенды. Наконец, нужно привлечь людей в хвалебное, она больше не выносит одиночества, не в силах больше нести бремя своей кары. Напряженный взгляд матушки говорил об этом достаточно красноречиво. Если от ее предложения, за которым скрывалась просьба, и не страдали ее капиталы, то явно страдала гордость. А там в реке есть рыба, пропищал вдруг голосок Бена. Славный малыш пробил брешь в наших молчаливых размышлениях. Ну, рыбы-то хватает, ответила мадам Резуа. От нее попахивает тиной, но твой отец бывало приносил мне полные сети щук, угрей, ельцов. Ельцов? Повторила Бена, очень заинтересовавшись, но не понимая кранского наречия. Ну, язий, если тебе так больше нравится, объяснил я. Особенно хорошо они ловятся на кузнечиков, которых надо помещать перед самым их носом на поверхности воды. Сочельник, ты будешь у нас, бабушка, спросила Соломея. Я собиралась прикинуться дамой легкого поведения и заказала себе столик в красном муле, сказала мадам Ризо. Ну, если вы меня приглашаете, разумеется, ответила Бертиль. Так что же мы решаем? Мадам Ризо сделала вид, что встает, снова села, снова приподнялась, опираясь на плечо внучки и в конце концов опять уселась, вздыхая, словно обезоруженная. А я лишний раз убедился в том, до какой степени трудно определить, искренна она или хитрит, или и то, и другое вместе. Я предпочла бы не знать, кто высказался за, кто против, заявила она. У вас открыто или тайное голосование? Мне очень жаль, сказала Бертиль, но у нас каждый подписывает свой бюллетень, так получается откровение. А что до открытого голосования поднятием руки, то мы заметили, что при этом старшие оказывают слишком большое влияние на нерешительных. ты хочешь что-то добавить, милый? Да, я хотел сказать, что в сущности здесь два вопроса. Первый, и мы, кажется, только что его и поставили, сводится к тому, откупаем ли мы хвалебное, невзирая на расходы, которые с этим связаны, и на то, как это может быть воспринято. Второй вопрос вытекает из первого и формулируется в нескольких словах. Можно ли считать, что вы зачеркиваете разрыв, продолжавшийся между нами 24 года? Отрицательный ответ на первый вопрос вовсе не означает желание ответить отрицательно также и на второй. Сам я воздержусь. Признаюсь, у папы ты скорее против воскликнул Жене. Он скорее за, возразила мадам Резон. Это он только для очистки совести делает вид, будто подчиняется семейной демократии. Обошлось без неожиданности. Один голос против подал Жене. Четверо голоса лиза, Бертиль. У каждого человека две ноги, у каждой семьи две линии родства, сказала она мне потом, Соломея Блондина, по примеру решительной матери Ани, колеблющегося отца, и Обен, побуждаемый чувством, симпатий кезям, плавающим в речке, Омэ. Один незаполненный бюллетень мой, мадам Резо отказалась участвовать в голосовании. Свои решения я принимаю самостоятельно. Как только результат был занесен в семейную книгу, она исчезла вместе с Соломеей, и, несмотря на сильный холод, увлекла эту мерзлячку прогуляться. Пока недовольный Жанная вертелся вокруг меня и ворчал, во всяком случае, ноги моей не будет хвалебным, я издали видел, как они расхаживают под руку по бульвару Болю и беседуют. Не слыша их, я заранее мог сказать, о чем идет речь, и Соломея подтвердила мне это часом позже. Мамаша настаивала, неужели внученька нельзя получить от них хоть какое-нибудь официальное согласие. Она была готова пожертвовать гораздо большим, чем я мог ожидать. А главное, скажи этому мальчику, что ты не без гроша, но в случае надобности можешь на меня рассчитывать. И, отступив перед спокойной откровенностью девушки, отвечавшей, послушай, бабушка, нельзя же быть такой старомодной. Гонзага еще несколько лет не сможет жениться, у нас и в мыслях этого нет, мы любим друг друга, и достаточно. мадам Резо наконец сдалась. Ну что ж, ну что ж, под конец она совсем размякла и, вспомнив, быть может, какой-то грешок своей молодости, выказала перед девушкой почти полное безразличие к своему прошлому, к своим принципам. Ну что ж, я ведь хочу воспользоваться тем, что мне в жизни еще осталось, а ты, ну ты пользуешься тем, что начинаешь жить, все ведь так быстротечно, а в самом деле все так быстротечно. Она знает это по опыту, я тоже, ну а Соломея скоро узнает. Ну а сейчас у нас праздник, всюду гирлянды и аромат индейки с каштанами, и я знаю одну особу, которую ждет неожиданный сюрприз ровно в полночь Бертиль впустит нас в столовую и снимет простыню, прикрывающую подарки, приготовленные для каждого из нас и разложенные кучками на сервировочном столике. Все подарки мы готовим к 25 декабря. Не от Деда Мороза, приходящегося с родня отцу предвечному, который по праву старика, приходит на смену младенцу Иисусу. От него мы отказались, равно как и от елки, которая по две недели сохнет в каждой семье и плача роняет на паркет иголки от имени трех миллионов своих юных сестер, этих детей леса, безжалостно вырубаем их каждый год ради того, чтобы позабавились наши дети. Все мы друг другу чего-нибудь дарим и подарки временно передаем Бертиль. Если дети преподнесут взрослым хотя бы карандаш, то, получая свой подарок, они чувствуют себя независимыми и радуются вдвойне, потому что сами тоже что-то подарили. Что до моей матушки, имевшей обыкновение дарить нам в сочельник по апельсину и явившейся в горное с пустыми руками, то и она получила подарки. Пять пакетов нарядной обертки, перевязанных ленточкой с пышным бантом. Ей никогда столько не дарили. Ее родители, как и мой отец, были люди прижимистые. Несмотря на морщины, она же манится, как избалованный ребенок, кончиками ногтей, терпеливо развязывает узлы, разворачивает бумагу, не разрывая ее, издает мышиный писк, обнаружив коробочку мятных конфет. О, Бен, ночную кофту, купленную складчину девочками, коробку с мылом, иронический подарок Жанне, электро-кофемолку взамен ее до потопной мельницы, Бертиль, и, наконец, то ли знак вызова, то ли как символ, оливковое деревце из серебра с шестью ветками, украшенными шестью медальонами с нашими фотографиями. Все это мы наспех собрали сегодня днем, узнав, что она остается. Спасибо, детки, повторяет она, спасибо, она в восторге, но в то же время и уязвлена. Она теряет престиж, она ходит взад-вперед по столовой украшенной жене. На этот раз была его очередь придумать праздничное убранство, и он, расположив стеклянные шарики разной величины вокруг люстра, изображавшей солнце, тонущее в розовом сиянии цветного пластика, смастерил модель солнечной системы. Мадам Резеу останавливается под спутником, который под двойной проволочной нити совершает облет Юпитера. Вдруг мы погрузились в темноту. Жанне потушил свет, и спутник, мигая, понесся к потолочному карнизу. Он возвращается, снова летит. Мы в восхищении. Потом нам это надоедает. Снова включаем свет. Мамаша сидит на прежнем месте, но осанка ее стала неузнаваема. Поистине с монаршем величием она подходит к невестке. Надеюсь, вы простите меня, Бертиль, но я ничего не припасла. Впрочем, мой сын создал мне в этом отношении вполне заслуженную репутацию. Я очень скупа. Она закинула руки себе за шею и что-то делает ими. Легкий щелчок она отцепила двойную нитку жемчуга, смесь белого, серого, черного и розового, редкая драгоценность, единственная оставшаяся от бабушки резон. На старой коже восточные украшения не смотрится, продолжает она. Вам, дочь Маля, оно будет больше к лицу. И вот на шее у изумленной Бертиль двести настоящих жемчужин, выловленных из глубины южных морей, где акулы порой заглатывают отважных искателей жемчуга. У мадам Ризо отлегло от сердца, мадам Ризо торжествует. О своем ожерелье она будет жалеть до самой смерти, но зато она покрасовалась, теперь она может есть, пить, а потом в комнате для гостей храпеть, как сапер, пока мы с Бертиль, лежа в постели, будем обсуждать события прошедшего дня, между тем, как при свежем ветерке, приносящем издали шум кабачков, Жанне в пуловере под кожной курткой и соломея, запахнувшись в шубку из кошачьего меха, которая оказалась в числе полученных ею подарков, потихоньку порознь скользнут навстречу своей любви. Около четырех часов утра послышались шаги по гравию, потом скрипнула калитка в глубине сада, там, где у нас стоит прицепной фургон для кемпинга. В полусне я даже наивно подумал, канистра с бензином для радиатора пуста, они там замерзнут, во всяком случае соломея, и это шаги легко узнать по стуку каблучков шпилек. Она вернулась около шести часов, а Жанне под тяжестью восьмидесяти килограммов, которого дрожат перила лестницы, в семь, когда в первом часу по второму зову колокольчика они спустились завтракать, оба они в силах были сдержать зевоту и показывая белые зубы с сонными глазами, помятыми физиономиями, лениво потягивались как довольные коты. «Ну и, видик, у вас нечего сказать», заметила блондина. «Тысячеметровку я сейчас, пожалуй, не пробежал бы», признался Жанне. «Но до ланьи мы с Гонзаго доплывем». «И я с вами», восклицает Бен, «и я требую от блондина». «Нет», возражает Жанне. «Если в лодку сядут пятеро, при таком сильном течении нам не выгодисти. Мы возьмем моторку». «У Гонзаго, которому отец ни в чем не отказывает, действительно есть двухместная моторка. Уже несколько дней она даже стоит у плавучей пристани рядом с нашей плоскодонкой, перекрашенной детьми в лягушачий цвет. От меня они унаследовали пристрастие к пресной воде. Соломея бросает на брата многозначительный взгляд, который означает, если я захочу, так Гонзаго оставит на берегу тебя». Но вместо этого она спрашивает, «А бабушка Резо дома?» «Она уехала рано утром в Лонпоно к дяде Фреду», отвечает Бертиль. «Кроме воскресенья и праздничных дней его трудно застать дома. Поскольку ваш отец этого требует, она хочет сейчас же получить согласие Фреда». Его она тоже не видела двадцать четыре года, но это ее, по-видимому, не беспокоит, у нее есть его адрес, есть адрес его конторы, она знает о нем все, так же, как и о нас. «Хотя бы знать, раз уж бессильно что-либо сделать», замечает Жанне. Видно, она здорово пошпионила за нами. «Ну ладно, садитесь за стол», сказала Бертиль, которую явно раздражает эта упорная неприязнь. «Только мы расселись?» Зазвонил телефон. «Обычно я прошу Бертиль или кого-нибудь из детей выяснить, кто звонит». Но на этот раз меня словно осенило, я сам прошел в кабинет и снял трубку. «Алло?» «Амсия, резон?» «Нет-нет, мне не сына». «Это отец», раздается в трубке. Я подтверждаю, насторожившись, голос незнакомый и вступление странное. «Я не могу сообщить вам ни своего имени, ни адреса. Могу сказать только одно. У Ганзаку неприятности. К счастью, у меня оказался номер вашего телефона». И дальше голос скандирует «Не держите у себя ничего из его вещей». И незнакомец вешает трубку. Слышатся частые гудки. Стоит ли волноваться? Может, это какой-то розыгрыш? Я раздумываю, глядя в окно. Под синим куполом неба очень холодно. Трава покрыла свиньям. Бассейн опять замерзнет, хотя Жанне вслед за Обеном снова пробил ледяной панцирь, чтобы дать воздуха золотым рыбкам. Под лучами низкого солнца пылает и искрится колотый лед, белый уголь, припасенный морозом. Какие же неприятности могут быть у студента-медика? Сразу же приходит в голову мысль, но он мог оказывать услуги знакомым девушкам, попавшим в трудное положение. Но он только на третьем курсе, у него наверняка нет никакого опыта. Если бы дело шло об этом, меня бы так настойчиво не предостерегали относительно хранения его вещей. Даже при том, что он единственный сын врача и с хорошей практикой Гонзаго живет слишком широко. Уже не раз мои дети, которым я ограничиваю деньги на карманные расходы, признавались мне, что им неловко, когда он платит за всех. Как он может позволять себе такие траты? При этом костюмы, автомобиль, лодка, ничего из его вещей. Может быть, как раз лодка? Я быстро перелистываю телефонную книгу, нахожу номер, звоню в ланьи. Но, как я и ожидал, мне отвечает автомат. Доктор Флор Монтен будет отсутствовать до 26 декабря. В неотложенных случаях обращайтесь к дежурному врачу, доктору «Алакоке» в Новозии. Если желаете что-либо передать в вашем распоряжении 30 секунд, говорите. Пожалуй, лучше промолчать. Ни к чему фигурировать на магнитофонной ленте, прослушивать которую, возможно, будет не один только доктор Флор Монтен. Где же ты? Мы же тебя ждем. Что там стряслось? Недоумевает Бертиль, появившись у приоткрытой двери. Начинайте без меня. Я сейчас вернусь. Выйду минут на пять. Ведь Рождество протестует Бертиль. За ее спиной появляется Обен. Указательным пальцем я касаюсь кончика своего носа, как будто хочу почесать его. Это давнишний сигнал. Мы, братья, пользовались им еще в детстве хвалебным. Он означает у нас Берегис, не облашая. Только смысл его теперь изменился. Для нас, родителей, он означает не слово детям. Я взял с собой бинокль. У меня уже созрел план. Я перейду мост из противоположного берега, буду наблюдать за нашим причалом. В чем состоит опасность, которая нам угрожает? И не опаснее ли для нас стать сообщниками неведомого преступления, пытаясь ради других избежать этой опасности? И снова меня охватывает глухое бешенство, знакомое всем отцам семейств. В девяти случаях из десяти виновниками наших неприятностей бывают люди посторонние, которые впутывают нас в свою авантюру, причем неосторожность наших детей, легкомысленных, как в своих поступках, так и в выборе знакомых, еще осложняет дело. Почти не поворачивая головы, я прошел вдоль причала. По обе стороны от него сидят два рыболова. В такую погоду для этого действительно надо обладать изрядной выдержкой, но может быть это совсем и не рыболовы. Они могут даже принадлежать к противоположным лагерям. я прихожу в возбуждение и моя злоба утихает. Мне начинает казаться, что один из рыболов наблюдает за моторкой, покачивающейся на воде рядом с моей плоскодонкой. Мне кажется, что второй рыболов следит за первым, готовый броситься на него, если он проявит интерес к лодке. А я веду наблюдение за тем и другим. В действительности все оказалось проще. Я убедился в этом, как только перешел мост и очутился напротив. Здесь берег, поросший деревьями и кустарником, на один метр выше. Здесь тоже много частных пристаней, из которых каждая может служить хорошо замаскированным наблюдательным пунктом. Пускай вход бинокль. Странное удовольствие видеть тех, кто тебя не видит, оказаться нос к носу с людьми, будучи от них далеко. Это сотню раз случалось со мной во время каникул, когда я подглядывал в бинокль за персонажами, обычно изображаемыми на открытках купальщицами, выходящими из воды парочками, лежащими в траве, словом, за анонимными существами, которых безмятежная нега отдыха заставляет забыть, что человек по природе охотник. сомнения нет. Оба парня тут неспроста, и рыбу удят только для вида. Лет им по 20-25. Это должны быть студенты, и, судя по их трусливым повадкам, не слишком искушенные в подобных делах. Они боятся подойти друг к другу, сходятся осторожно, как бы ненароком. я дрожу от холода, но ждать мне приходится недолго. Им тоже холодно. Они то и дело притопывают ногами или дуют себе на пальцы. Наконец решились. Пока тот, что слева оборачивается, делая вид, будто меняет наживку, тот, что справа кладет удочку наискосок, на маленькую деревянную рогатину и проскальзывает на мостки. Вытащив из-под своей овечьей шкуры кусачки, он перерезает цепь у самого причального кольца, прыгает в лодку и плывет в ней вдоль берега вниз по реке. У него, очевидно, нет ключа, чтобы завести мотор, и потому он вынужден плыть по течению, стоя на носу и маневрируя для равновесия аварийным веслом. Сообщник его в это время улепетывает, позабыв про свои удочки. Когда лодка, увлеченная под арку моста, скрывается из виду, он вскакивает на мотороллер и был таков. То, что неприятности у Гонзага вполне реальны, это несомненно, и характер их начинает выясняться. Во всяком случае, парень он скверный. Он бессовестно поставил у нас свою лодку, и не надо быть семи пятей во лбу, чтобы догадаться, либо в ней есть тайник, либо она тащит за собой водонепроницаемый контейнер, приклеенный к килю, как рыба прилипала. Принято думать, что подобные истории могут случиться с кем угодно, только не с почтенным отцом семейства, который, правда, не стеснял свободы своих детей, но достаточно следил за ними и окружал их душевным теплом. По дороге домой меня охватывает бешенство. Оно внушает мне весьма достойные мысли, подлец, да к тому же еще спит с моей дочерью ни за что, ни про что. Я тороплюсь, я начинаю неестественно смеяться, как человек, уже теряющий над собой контроль и вдруг замечающий, что надо срочно перестать думать о себе самом. Это просто благородный рефлекс папаши, перенесенный на бумагу. Если бы этот парень окрутился с девчонкой, дело было бы серьезнее. Снова переходя мост, я вижу лодку, которая продолжает спускаться с Нейсер-Марн. Ну, что ж, попутно это испугал ли я их или эти типы действуют согласно полученным указаниям, но только они избавили меня от решения одной проблемы, но остается другая, причем достаточно сложная проблема Саламеи. Стой! Кричит кто-то сзади, стой! Подожди меня! Мадам Лизо только что сошла на церковной площади с автобуса номер 113-S и, махая рукой, семенит ко мне от мне, кстати, это надеялся, что до ее возвращения успею рассказать обо всем Дартиль, поговорю с Саламеей, изучу ситуацию, а теперь почти невозможно не увести ее в курс с делом. Хорошее же мнение составит она о нас, когда вдобавок ко вчерашнему услышат еще и эту историю, но главное при ее болтливости она может пуститься в откровенности со своей фермершей, которая рада будет разнести о случившемся во всей округе. Так вот, я поглядела на наших цветных, сказала мамаша, догнав меня около кафе мороженого на углу бульвара Баллю. Живут они у черта на рогах. Автобус в метро, опять автобус, думала, никогда не доберусь. Она остановилась, чтобы отдышаться. Надо было взять такси, сказала я. Такси? Что такое? осуждающе возразила мамаша. Словом, главное, что Фред согласен. Разумеется, если вдобавок к основному капиталу дать ему небольшое вознаграждение и без передышки продолжает. Не очень он удивился моему приезду, но, признаюсь тебе, я бы охотно обошлась без этого визита. Фред был с похмелья, ему ведь нет и пятидесяти, а выглядит он на все шестьдесят, толстый, лысый, совсем опустился. Младкая его мне понравилась, она так мило шепеляет, видно, энергичная, даже довольно хорошенькая. Уж и не знаю, как это у нее получилось, мальчишка весь в кудряшках, губастый, гораздо чернее ее. Об их лачуге говорить не буду. Я видел такие, когда отец был судьей в Гваделупе. Барак в колониях, только без африканских солдат. Уже не впервые я замечаю у матушки эти сладострастные интонации, когда она говорит о невзгодах своих близких. Можно подумать, что она находит в этом подтверждение своей правоты и смакует этот частный случай наказания, это непременное следствие ее осуждения, относящегося ко всем. Если теперь все идет плохо, разве это не доказывает, что когда-то все было лучше? Но почему-то не дома. Разве вы еще не садились за стол? Впрочем, меня это устраивает. Мне неловко заставлять твою жену кормить меня отдельно. Она покормит нас обоих. Я тоже еще не успел позавтракать. Раз ей по вкусу наши горести, подадим их горяченькими. Будем продолжать. Думаю, никто еще ничего не знает. Соломей случилась прескверная история. Соломей? Каким образом? Восклицает она, схватив мою руку. Взойдемте в кафе. На улице не поговоришь, очень холодно, а прежде, чем вернуться домой, я хотел бы знать ваше мнение. Я открываю перед ней дверь, усаживаю ее на застекленной террасе лицом к Марне. Ей приносят джинс тоником, но она к нему не притронется. Я рассказываю ей все. И то, что она узнает от меня, становится сущей ерундой по сравнению с тем, что она невольно открывает мне. Я думал, у нее слабость к Соломеи такая же, какую она питала к Марселю, но так же, как и в случае с Марселем, чувство это поверхностное, неглубокое. Оно связано с желанием обеспечить себе, если не сообщника, то, по крайней мере, сочувствующего. Я думал, в Соломеи ее привлекает еще и то, в чем она, в конце концов, заставила меня признаться, то, что случилось, те, что ее тайную неприязнь, ее презрение к нашей семье, которую она даже и расшатала своим властолюбием, но я заблуждался, я жестоко ошибся, мадам Резот зашипела было, так, 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 теперь ты узнаешь, что такое неприятность здесь с детьми, и тут же вся посерела и, задыхаясь, забармотала, бедняжка, теперь она пропала, но она довольно быстро взяла себя в руки и напустилась на меня, а ты что, не мог углядеть, с кем она водится? однако, когда я заговариваю о том, что надо бы расспросить Соломею, она тут же принимается возражать, противоречив самой себе, Соломея наверняка ничего не знает, не надо ее травмировать, в конце концов ты только предполагаешь, но у тебя нет доказательства, что Гонзаго посадили или хотя бы даже, что он в чем-то провинился, ну, чего ты добьешься, если будешь торопить события, предупреди Бертиль, но этого достаточно, в остальном будь насторожая и подождем. Молчать таится, нет ничего более противного ее натуре. Она выпрямилась, но как бы она ни старалась сдержаться, на глазах у нее выступили слезы, подбородок слегка вздрагивает и сейчас, глядя на нее, я куда больше взволнован этим открытием, чем история из Гонзаго. Приходится признать очевидное, мамаша самозабвенно полюбила Соломею. Вдруг, сразу, подобно тому, как заболевают малярией, значит, у холодного чудовища моего детства по жилам течет все-таки горячая кровь, которая питает это пылкое чувство. Но почему только теперь так поздно? Почему не в те далекие годы и не к нам, ее собственным детям? В нашем доме, выстроенном по моему желанию в основном из стекла, не так-то легко сохранить тайну хотя бы даже на один день. То обстоятельство, что я вернулся вместе с моей матушкой, в первый момент послужило мне алиби, я ничего не сказал, так что все подумали, что я ходил ее встречать. Пока мы ковырялись в своих тарелках, дети торчали в столовой, ожидая гонзагу, я, к сожалению, не мог поговорить с Бертиль, которая это и дело бросала на меня встревоженный взгляд. Если домашние что-то и подозревали, они могли думать только, что дело идет о неприятностях, не касающихся нашей семьи, и мыслях, что у меня, может быть, от них общая тайна с бабушкой даже не приходила им в голову. Но в три часа Женне, удивленный тем, что гонзагу так и не появился, сел в наш Ситроэн и поехал посмотреть, не застрял ли тот где-нибудь со своей машиной, но почти тотчас вернулся. Вот это здорово, сказал он. Моторки на месте нет, значит, гонзагу приезжал за ней и сюда не сошел, воскликнул Соломея. Возможно, родители попросили его покатать каких-нибудь неожиданных гостей, сказала Бертию, не сводя с меня глаз. Он зашел бы извиниться, сказала Соломея. Как мы с матушкой не старались продемонстрировать обезоруживающее спокойствие, как не пытались переменить тему разговора, я чувствовал себя словно в осаде. Соломея позвонила в ланье, но ей так же, как и мне, ответил автомат. Дети столпились вокруг нее. Я не мог помешать Жанне взять телефонную трубку и решительно заявить о магнитофонной ленте. Послушай, Гонзаго, куда же ты запропастился? Надоело тебя ждать. Обманщик крикнула в трубку блондина. Позвони мне, милый, как только вернешься, сказала наконец Соломея. Я облегченно вздохнул. Никто из них не назвал своего имени. А, впрочем, это наивное утешение. В случае необходимости хороший исследователь без труда доберется до моей дочери. Что случилось? Шепнула мне Бертиль, воспользовавшись этой интермедией. Перед нашим домом круто затормозил чей-то фиат, избавив меня от необходимости отвечать. Выскочив из машины своей матери, Мари Белни, подушка Жанне, бегом пронеслась через сад в два прыжка взбежала на крыльцо, распахнула дверь. Ну и скандал! Воскликнула она, в то время как Жанне, приподняв ее за локти, оторвал от пола и поцеловал. Маленькая всего полтора метра ростом, с личиком утонувшим в море волос, в море очень привлекательно. Верзила Жанне вообще питает слабость к миниатюрным девицам, но, сменив десяток других, с этой не расстается уже больше двух лет. Ее грозный отец, налоговый инспектор в Ланьи, известный в округе своей строгостью, оправдываемый всегда одним и тем же доводом, не моя вина, если государство великий вымогатель, так робеет перед дочерью, что, несмотря на свои корсиканские принципы, мирится с тем, что он называет предварительной связью. Однако Мари никогда не скрывала того, что связь это у нее не первая. Более того, она признается в своих прежних романах с типичной для ее поколения легкостью. Впрочем, признается не то слово, потому что она вовсе не считает это провинностью. Вернее, она говорит о них откровенно. Хотя я уже и привык к подобным вещам, временами у меня просто дух захватывает, особенно, когда я вижу, как улыбается при этом Жанне. Он не ревнует, а скорее даже польщен тем, что его девушка так свободно мыслит, что она не глупа, обходится ему не слишком дорого, то есть умеет наравне с молодым человеком тратить деньги своего папаши. Начисто лишена врожденного женского искусства произносить высокопарные фразы и создавать сложности. В настоящую минуту это юное существо, вновь поставленное на собственные ножки, с тревогой взирает на Соломею. Ты правда ничего не знаешь? Гонзагу? Что Гонзагу? Спросила Соломея мгновенно изменившимся голосом. А ведь все осталось по-прежнему, хотя наши дочери начинали теперь с того, чем кончали их бабушки. Чувственность ли будет в них чувство или наоборот, но результат один и тот же. Они одинаково быстро начинают страдать. Кто бы мог подумать? Продолжила Мари, уцепившись за пиджак Жанет. Гонзагу взяли сегодня в одиннадцать часов у него дома. Служанка была отпустлена, а родители уехали на викенд на свою ферму на Луаре. Я сама видела, как полицейские прыгали через ограду. Нужно сказать, что Мари живет на одной улице с Гонзагу, и именно у нее мои дети с ним и познакомились. Соломей словно оцепенела. Давай выкладывай все, сказала она. Они обшарили дом сверху гнонезу, продолжала Мари. Говорят, больше всего ему хотелось поймать одного типа, но тот оказался проворнее их. Соседи видели, как он улизнул через заднюю калитку, а Гонзагу спал. Полицейские надели на него наручники и увели. Но почему, в чем дело, простынала Соломея. Ее тон успокоил меня, значит, она ничего не знает. Все слушали о Столбенев, кроме моей матушки и Бертиль, которые незаметно подошли к Соломею, проскользнув у нее за спиной. А дело все в травке, сказала Мари. У папы в полиции есть знакомые, от них он и узнал. Главный тот, что удрало, Ганзенба и его сообщник. Полиция уже три месяца выслеживала группу студентов, которые снабжали травкой, хиппи и университеты. В общем-то полиция прохлопала, конфисковали пять пачек псевдо-сигарет, которые обнаружили в комоде и все, а думали найти что-то поинтереснее. Черт подери, склад-то был в моторной лодке. Сейчас, наверное, уже разгруженная, она должна быть стоить себе где-нибудь в лодочном сарае, но, молчок, молчок, распространяться об этом не следует, а то еще раз болтают, и тогда к нам могут явиться с обыском. Если будут считать, что мы ничего не знаем, а то, что мы знаем, уже не имеет никакого значения, то в полном молчании нет ничего плохого, кто посмеет упрекнуть нас за это. я вовсе не собираюсь признавать, что гражданский долг выше отцовского, и я не желаю, чтобы полицейский копался в белье соломей. Он ничего мне не говорил, ничего, твердила она сквозь зубы. И все счастье, что он тебя-то не впутал, сказала блондина. Лучше бы впутал, так вот откуда у него деньги? осуждающий изрек Жанне. Ну что ж, мне очень жаль. Мы все ими пользовались. Не хочу о нем больше слышать, сказала Бертиль. Все потешаются над этой историей, продолжала Мари. Теперь видно, о медицине Гонзагу придется забыть. Даже у доктора Флормонтена могут быть неприятности, представляя себе его вид, когда он вернется. А какой вид у Соломеи вы разве не замечаете? Злобно выкрикнула мадам Ризо. Дайте вы ей хотя бы опомниться. По правде сказать, Соломея держалась хорошо, даже слишком хорошо, как статуя. Точно вся она превратилась в мрамор. Один лишь лоб еще жил на ее лице и весь сморщился, поднялся над черной полоской бровей. Никто не смел шевельнуться. Соломея решилась первая. Бросив беглый взгляд на бабушку, она улыбнулась и потом слегка покачиваясь на высоких каблуках, направилась к двери. Извините меня, сказала она, мне надо побыть одной. Мы слышали, как она сперва настраивала свою скрипку, потом перестала и захлопнула футляр. Целых два часа просидела она в своей комнате, и никто не мог заставить ее выйти оттуда. Наконец матушке пришла в голову мысль сунуть ей под дверь записку. Соломея почти сразу открыла дверь и они о чем-то два часа беседовали наедине, о чем ни та, ни другая никому ни слова потом не проронили. Молодежь, почувствовав себя лишней, отправилась к Макслонам, а Бертиль, оставшись вдвоем со мной, начиняла тишину обрывками фраз. Гонзаку я это припомнил, но я вовсе не уверен, что Соломея или и надо же было, надо же было, чтобы это случилось именно с ней, или еще с твоей матерью, мы даже не были знакомы, а теперь она. В половине восьмого Бертиль пошла на кухню, а я позвонил Поль, но не застал ее, потом Батисту, которого тоже не оказалось дома. Только я уселся перед телевизором, как мадам Ризо и Соломея Форю спустились вниз, первая опираясь на вторую. Они сели возле меня и просидели, не говоря ни слова, пока не кончили передавать последнее известие. Потом Соломея по-прежнему далекая, отсутствующая, машинально поднялась, чтобы помочь матери накрыть на стол. Мы долго беседовали, сказала мадам Ризо. Девочке нужно переменить обстановку. Мне уже давно хотелось побывать на Канарских островах. Если вы не возражаете, то я возьму ее с собой и мы уедем. Уехать в тот самый момент, когда решается вопрос о наследстве. Пойти на такие расходы. Видимо, мамаша страшно хотелось воспользоваться случаем. я взглянул на жену и мне показалось, что она насторожилась. Но первым пробормотал я, ее же могут вызвать как свидетельницу. Тем более, сказала мадам Ризо. Вдруг Соломея прижалась ко мне от счастливой девочки, какой она была еще накануне, оставився одни лишь черные локоны до этой юной линии щеки, а все лицо сделалось как-то жестче. Позволь мне ненадолго уехать, прошептала она. Мне невыносимо сейчас оставаться здесь. В ту минуту, когда она прильнула губами к моему виску, я перехватил свепый взгляд, сверкнувший сквозь приспущенные лесницы мадам Резо. Потом Соломея встала, пересела поближе к бабушке, и я увидел уже только века хищной птицы, нежно стерегущие свое гнездо. Это способность навязывать другим свои решения. Умение быстро их осуществлять вернулись к матушке, как будто и не было двадцатипятилетнего перерыва, вернулись правда ради прямо противоположных целей. На другой же день в девять утра после внимательного изучения моих географических карт, на которых она отметила, что нужно посмотреть, мадам Резо уже звонила в бюро путешествий, специально занимавшиеся несезонными поездками по сниженным ценам. Не теряя зря времени, она тут же вновь сняла трубку и заказала два места, к счастью, еще нашлось два свободных места на самолет, вылетавшие в тот же день. Затем она позвонила мэтру Дибону и предупредила, что уезжает по крайней мере на месяц. Я бы хотела, добавила она, чтобы вы, не дожидаясь моего возвращения, подготовили, пусть не купчую, но хотя бы соглашение о продаже хвалебного. Не тяните с этим делом. Получить подпись моих сыновей я составила проект соглашения и посылаю его вам. Потом она дала телеграмму Марти Жобо, мгновенно съездила со мной в банк, заставив меня снять определенную сумму, которую тут же мне возместила, нацарапав чек на свой банк. При этом она не применила подчеркнуть, как дорого стоит путешествие, выражением лица, побуждая меня предложить ей помощь, от которой она тут же отказалась, быть может в надежде на то, что я буду настаивать. Рысью вернувшись домой, она воспользовалась тем, что младшие были в лицее, а Жанна снова заняла на днях свое место у электронно-вычислительной машины в страховом обществе, где он работал до военной службы, и носила на Бертиль, все еще не решившую отпускать Соломею или нет. Она наседала и на меня, а я, не более, чем моя жена, горел желанием отпустить с ней Соломею, но мне не хотелось огорчать дочь. Кроме того, я был зачарован зрелищем такого пылкого покровительства, и мне любопытно было посмотреть, до чего она может дойти. она наседала и на девочку, которая, конечно, посчиталась бы с нашей просьбой повременить с поездкой. Она набивала ей чемодан, затягивала ремнем, шептала «Не бери пример с меня, не плесни и в своей комнате и в своем разочаровании». Короче говоря, в шестнадцать часов, пропустив впереди себя Соломею, мадам Ризо с широкой улыбкой уже предъявляла контролеру два билета на самолет. «В сущности, это мое воздушное крещение», — весело, сказала она, победоносно махнув нам рукой через барьер. Мы проводили ее без радости. Десять минут спустя, поднявшись на террасу и вдыхая резкий запах керосина, который становится теперь ароматом дальних странствий, мы увидели, как каравелла, выплевывая две серые струи, встала на дыбы над взлетной дорожкой и быстро поднялась в ветчинно-розовое небо, окаемленное на горизонте плотной грядой облаков. И четыре дня никаких вестей. Может быть, это следовало приписать нерадивости испанской почты, когда мы посылали Соломею в Шотландию, а на следующий год в Ирландию совершенствоваться в английском языке, я заметил, что без нее в доме становится более пусто, чем без Блондины или Жанне. Когда ее или О'Бенна нет, у нас воцаряется особенная тишина. Стены словно раздвигаются, паркетины становятся длиннее. Соломея словно укорачивает их своими быстрыми шагами. Я не люблю думать об этом, но все же нельзя не признать, что привязанности как китайские астры поддаются пересадке. Есть существа, которые в силу обстоятельств, казалось бы, должны значить для меня меньше, чем они значат. Какое-то время ты стараешься проявлять к ним внимание и чувство долга, а потом их жизнь понемногу заполняет твою. Я это знаю лучше других, но не я один это испытал. Я не вставал из-за письменного стола, а блондина не отрывался от своих тетрадей. Бертиль нервничая хлопотала по хозяйству, а Бен, вернувшись из школы, одиноко бродил по саду или заглядывал в мой кабинет. Ничего нет от СМЭ. На пятый день в четверг он с шумом возбежал по лестнице, размахивая двумя совершенно одинаковыми почтовыми открытками, на которых выселся вулкан Тейде, Тенерифская достопримечательность номер один, в белой сапке на фоне столь же безоблачного, сколь и преувеличенно синего неба. Отлично, подумал я, каждая пишет отдельно. Ну, мадам Резона, у меня была одна только соломея. Чем больше видишь, тем меньше у тебя времени копаться в себе. Я стараюсь показать ей, возможно, больше. Стараюсь, чтобы под прикрытием защитных очков она не уходила в свои мысли. А соломея в не меньшей степени была занята мадам Резо. Десять часов в день она проводит в экскурсиях. Бабушка буквально заполонила Канарские острова. Она хочет всюду поспеть и всем насладиться. Напиток сангрия, достопримечательность, устрица, морские купания. Завтра она решила непременно слетать на кукурузнике до Тенбелла. Соломея правда добавляла надеюсь вы скучаете по мне так же как я скучаю по всем РД и это все письма располагают признанием открытки же которые может прочесть почтальон выручают тех кто признанием не склонен. Но все же чтобы нас не расстраивать они стали присылать по открытке ежедневно. На всех были аккуратно наклеены разноцветные марки для Альбена который отклеивал их держа над паром у носика чайника. Все они отличались яркостью красок и на большинстве были изображены высокие бетонные здания вознесшиеся среди цветов чудесных пляжей алоэ и банановых деревьев с огромными листьями неизменно обтрепанными по краям. Наши путешественницы рикошетом летали от одного острова к другому от Тенерифа к острову Гомера от Иера до Гран-Канария а в это время мы не двигаясь с места рикошетом летали от белого к черному от тревог к успокоению. Прежде всего появился полицейский в штатском толстенький вежливый он беспрестанно кивал головой и ласково задавал вопросы он собирал сведения ничего серьезного всей мадам в связи с одним небольшим гельцем о торговле марихуаной некий Гонзаго Флор Монтен приятель ваших детей не так ли в первую очередь мадамазель Соломей по общему мнению прелестные девушки не приносил ли им когда-нибудь этот Гонзаго сигареты не приходилось ли нам обращать внимание на специфический такой запах не замечали ли мы что идет какая-то торговля слава богу Бертили расхоталась и инспектор удовлетворился вместе с чашкой кофе моим безграничным удивлением а спустя неделю в сумерке у наших дверей позвонил доктор Флор Монтен поглаживая рукой розовую лысину он начал с того что попросил нас извинить его сына которому не удалось в течение десяти дней дать нам о себе знать я ответил что как и все имею о нем сведения ибо слухами земля помнится доктор сразу же начал изливаться в жалобах бедный мальчик его ужасно подвели дурные приятели мы которые его хорошо знаем разумеется не можем в этом сомневаться но отклика с нашей стороны не последовало тогда вдруг этот доктор столь холодно оставивший диагнозы гнусария и заика я спринялся защищать сына речь его могла скорее разжаловить нежели убедить у единственного сына единственный отец отец никогда не признает что сын у него негодяй но уходя доктор имел неосторожность небрежно спросить меня не знаю ли я что стало с лодкой я знаю только в каких целях ее использовали и знаю что приятель гонзагу вовремя ее угнали ответил я папаша оторопил но тогда дело куда серьезнее чем я думал испуганно сказал он во всяком случае никому об этом не говорите он дернул плечом выпрямился на прощание кивнул головой и влез в свою машину ни слова не проронив о соломеи моя холодность естественно не позволила ему обнаружить подлинную цель своего визита но я догадывался о ней и вскоре когда пришло первое письмо из 14 округа догадки мои подтвердились одно из двух либо узник возвращал свободу моей дочери либо пытался уцепиться за нее о том чтобы это проверить не могло быть и речь подобно тому как желтая черта на дороге считается стеной так и запечатанный конверт должен считаться неприкосновенным и это относится не только к моей обидчивой молодежи но и к Бену личные письма дают ему веское основание смотреть на себя как на личность раз письмо адресовано ему значит какое-то третье лицо оказало ему внимание для него трудился почтальон родные уважают тайну его переписки когда-то я ненавидел власть тираническую и потому теперь не переношу никакой власти в том числе и своей собственной и предпочитаю заменять ее решениями принятыми сообща позволяя себе разве что направлять их моя деликатность того же происхождения я слишком не бедовал в те времена когда мс. Резо фильтровал наши письма когда он по дальнозоркости сдвинув очки на кончик своего большого носа подвергал тщательной проверке и то что мы отправляли и то что получали да еще передавал своей супруге для дополнительного просмотра ни Бертиль ни Дети с которыми я посоветовался не сочли возможным делать исключение из правила впрочем второе письмо кое-что прояснило раз Гонзаго проявляет упорство значит хочет уцепиться второе любовное послание вместе с первым было положено на видном месте на Биваре маленького секретера Соломей в ее комнате так называемой комнате с коровами обои ее бесконечное число раз воспроизводят наскальную живопись в гроте ласку в отсутствие дочери мы там ничего не трогаем зато и она как и ее братья и сестра никогда не позволит себе оскорбить нас заперев что-нибудь на ключ впрочем нам очень скоро пришлось забыть о нашем гипотетическом зяте и подумать о вполне вероятной невестке как выразила мадам дару которая не боится крепких словечек пока дети совсем маленькие мы занимаемся главным образом их нижним этажом потом мы долго трудимся над их головой когда же они совсем вырастают мы вновь как дураки оказываемся перед старой проблемой однажды в субботу к нам явился другой отец на сей раз отец Мари и сдерживая гнев вежливо сообщил нам что вот уже две недели как его дочь обнаружила прискорбную склонность во время завтрака выбрасывать изо рта столько же пищи сколько она в него закладывает я пришел узнать какие у вас намерения сказал он устремив на меня взгляд человека привыкшего по лицу угадывать обманщиков вы хотите сказать намерения жены уточнила Бертиль напоминая ему что мода на браке устраиваем и родителями прошла и даже такой случай не повод для исключения мне очень симпатична Мари тут же добавил я но ей богу же надо предоставить молодым людям самим решать подобные вопросы было бы величайшей неосторожностью навязывать им то чего они несомненно сами желают иначе всю жизнь при малейшей ссоре они будут бросать в лицо друг другу этот упрек нам ничего не оставалось как вместе выпить по аперитиву роль благородного отца свелась теперь к немногому в голову мне пришла забавная мысль вот как в наше время соединяются курсика и анжу причем на это даже не требуется их согласие подобно донорам мы не знаем каким образом распорядиться нашей кровью совершенно чужой человек с которым еще накануне мы едва были знакомы вдруг становится вторым дедушкой вашего внука ну да дедушкой пришла мне в голову и другая менее забавная мысль новое поколение уже готово сделать из меня дедушку когда мой будущий сват почти успокоенный ушел я взглянул в передний на себя в зеркало и мне показалось что у меня довольно потрепанный вид впрочем мс. Биони тревожился совершенно напрасно столь же требовательный к себе как и к другим Жанне не из тех кто пытается ускользнуть от ответственности скорее он сам живется и навстречу и доволен когда может доставить удовольствие другим как раздраженно говорил один из его учителей в тот вечер вернувшись с работы Жанна зашел ко мне в кабинет где мы с Бертиль считывали отпечатанную в четырех экземплярах статью и на свой манер объявил нам какой оборот приняло дело скажи папа я ведь Жан Резо номер 9 если считать от королевского судебного пристава почившего в Бозе в 1717 в 60-м году от заворота кишок так вот на очереди следующий номер Мари уже готовит десятого Жанна Резо он держал себя совершенно свободно и ждал нашего одобрения ладно сказал я а когда же ты женишься если можно через месяц и без торжественной церемонии решительность простота браво что касается волнения то я знал яблоко от яблони недалеко падает волнение он перед нами не обнаружит но я в таких случаях молчу а Жанна пускается в рассуждение знаешь что я думаю без этого можно было бы и обойтись но раз уж так случилось давайте разберемся и посмотрим статистику мы попали в те 40% смельчаков которые загодя обзаводят первенцем но признаюсь тебе вышло это случайно раз уж он все равно паряется на свет мне немного обидно что мы его сделали неумышленно сейчас еще очень легко от него избавиться сказала Бертиль а значит сохранить его все равно что сделать умышленно мы замолчали потому что в дверь четыре раза постучало Бен чтобы я подписал ему табель Жанне стучит один раз соломея два блондина три а Бертиль скребется но прежде чем выйти будущий отец расцеловал нас всех он даже задержался и похлопал меня по плечу он-то был сделан умышленно и если после смерти его матери в этом можно было усомниться то ведь еще был я живой свидетель этого факта час спустя оставшись один в своем кабинете я еще долго раздумывал над всем этим когда Жанне был маленьким он конечно был мне гораздо ближе я очень любил его моего мальчика но одно дело просто любить другое непрестанно пылать и питать от любви быть может с годами Жанне стал уж слишком на меня не похож возможно он что-то терял в моих глазах при сравнении с прелестью дочерей которые в конце концов помогают отцу понять сколько нежности таится в женщине когда позвонил колокольчик призывавший к обеду я перечитывал последнюю открытку со штемпелем Аресифе с острова Лансароте мы возвращаемся во вторник утром увы сообщилось мне но это было написано острым почерком моей матери ее черный розчерк перекрывал маленькую синюю подпись Соломею которая теми же чернилами вычеркнула слово увы девочка подумала я наверное не меньше меня устала от этого путешествия с такими короткими остановками что нам даже ни разу не удалось связаться с ней как и Бертиль я досадовал на это раздосадовала меня и дата ее возвращения рискуя показаться невнимательным я тем не менее не мог поехать вложили и встретить ее я обещал быть у нотариуса мэтра Дибона который именно в этот день пригласил трех братьев Резо к себе в следу мог ли всех подвезти нет даже ради соломей